Поехали! Всем здравия! С вами Народное Славянское Радио. Сегодня у нас по одному из современных календарей 8 декабря 2016 года четверг. По одному из старинных 38-й день месяцев новых даров 7525 лета неделя. Основы развития женской интуиции. Такова тема сегодняшнего нашего эфира. Автор с ведущей Владимир Анатольевич Лукашенко. Здравия тебе, Владимир! Добрый вечер! Так, значит, говорили мы про многое, говорили про разное. И пришло время поговорить о самом нашем дорогом. О вас, нашей любимой девушке, женщине, нашей боевой подруге. Именно про вашу женскую интуицию. Ну, передаю тебе бразды правления. Пожалуйста, я буду на подхвате. Если что, говори, я тут за углом недалеко. Приступай. Ну, хорошо. Опять на подхвате. Хозяин отошел от стола. Давайте мы, наверное, для начала не просто так говорили. Три эфира до этого. Вспомним, о чем мы говорили. Потому что тема женской интуиции, вообще, различия полов, особенно в сознании людей, действительно очень серьезная. Различия полов, различия сознания у людей с разным полом даже, как сказать, неудобно. Поэтому давайте попробуем такую маленькую ретроспективу сделать и вспомним. На первом эфире мы говорили про физиологию немножко. Про физиологию головного мозга, про функциональность полушарий, про то, как они связаны с нашей сознательной деятельностью. Левая с конкретными дискурсивными способами мышления. Правая с образными, с абстрактными способами мышления. Это было на первом нашем эфире. И как-то пытались установить связь между речью, между различными вовлечениями участков головного мозга в ту или иную сознательную деятельность. На втором эфире мы говорили вообще о способах мышления, о развитии интуитивного сознания вообще. Как раз тогда и встали первые вопросы. Как же, собственно говоря, различается интуиция женская от интуиции мужской? То, что вопросы встали, уже говорят о том, что что-то в этом не так просто. Не все понятно. И самое главное, что есть различия. Мы это чувствуем в своей жизни, чувствуем в жизни нашей совместной, обоих полов, обоих видов людей, как еще можно сказать. И тогда мы начали уже задумываться об этой разнице как таковой. И передача, которая была эфир неделю назад, очень важную тему мы затронули с вами о матрице слоев общественного сознания. Это вообще внешнее вовлечение нашего сознания, в каких они на местах обитают, как обитают. Самое важное, определили, что, собственно говоря, эту матрицу создаем мы сами. Своим вовлечением своего сознания в те или иные наши взаимоотношения по поводу чего-то. И в построении шаблонов, стереотипов, традиций, которые связывают нас между собой такими узелками в большую-большую сеть. И, наверное, ну не то, что, наверное, по вопросам было ясно, что сразу встали вопросы, а что же у нас такая сеть, эта матрица не такая приятная, как хотелось бы, наверное, в жизни. Не так устроена, как должна быть, наверное. И тут тоже, ну эти вопросы остались, наверное, пока что без ответа, но мы тоже попробуем сегодня хотя бы заглянуть. Потому что это тоже касается разницы нашего сознания мужского и женского. Ну вот, такая ретроспектива я сейчас попробовал совершить. И давайте мы тогда тоже начнем с самого начала такого. Вообще попробуем осознать, определить, даже не определить, а именно осознать разницу женщин, мужчин, то есть разницу двух разных инопланетян, разницу полов. Ну, конечно же, первое же это разная физиология. Тут говорить не о чем, хотя, может быть, стоит довольно глубоко, так сказать, уйти, что физиология отличается не только внешними половыми признаками. Это еще и другое гормональное строение, другие гормональные циклы, другие циклы внутренние в организме происходящие по разным причинам. Другой, наверное, баланс и бактериальный баланс, потому что мы состоим, наверное, процентов на 70 из бактерий разных совершенно вместе с водой. Дальше энергетика, конечно же, у нас разная она сама по себе. Кто занимается энергетическим практиками, тот понимает, что даже делят тело на левую часть, на правую, левая женская, правая мужская, что есть обе энергии в человеке, однако же, собственно говоря, доминирует у женщин женская, мужская. Если это мешается, то возникают некие, так сказать, парадоксы и, ну, не свойственны нормальному состоянию энергетические казусы. Теперь о сознании. Разная конструкция сознания, причем тоже можно разделить на вовлечение сознания внутреннее, на вовлечение сознания внешнее. То есть внутреннее – это, над чем мы размышляем, не приходя к воссоединению с другими людьми по поводу чего-либо. То есть мы размышляем по поводу себя, по поводу окружающего мира, по поводу себя в отношениях с кем-то. А внешнее вовлечение нашего сознания – это то, что мы уже про себя забыли, будем так говорить, и наше сознание где-то болтается в каких-то стереотипах, шаблонах, и там выполняют миссию, функцию части матрицы, о которой мы говорили. То есть, в принципе, можно так сказать, что уже к сознанию приступаем, физиологию мы тоже как-то, наверное, дальше затронем. То есть я пока что сейчас пробую такой базис небольшой создать, на основе которого мы будем разбираться уже с интуицией. То есть дойдем до самого главного вопроса. Сознание. Ну вот какая может быть основа сознания, основа у женщины и мужчины? Если мы говорим про то, что энергетика женская, сама база, основа этого сознания, может быть, исходя из такого базового состояния, я бы сказал, базовой формы нашей. То есть наиболее близка к природному состоянию, к базовой форме, к планете, еще, насколько помните, женщина – символ плодородия. Физиология женщины тесно связана и с земными циклами, с лунными циклами. То есть более-более степени сознания, оно опирается на формы. А мужское, у нас основа мужского сознания – это опора на действия с формами. То есть оно занимается, вовлечено не в сами формы, а в какие-то действия, в рассуждения по поводу тех или иных форм и действий, то есть дискурсное, как мы говорили, мышление. Что касается временных циклов. У нас вся наша планета, она имеет, то есть на планете есть царство, так, может быть, кто-то знает царство, или просто разделы, будем говорить, это животные, растения, минералы. У животных, у растений, минералов нет такого прямого времени, линейного времени, где животное, как, по-моему, тоже на первом эфире я говорил, оно не имеет памяти, уходящей куда-то в прошлое. Память памяти не имеет с какой-то продолжительностью, когда-то это было, с установкой, что это было в каком-то определенном прошлом. Растения тоже самое, то есть они живут в циклах, в земных циклах. Они приспособлены к своей базе, то есть они являются частью нашей планеты, которая живет тоже в циклических формах, в циклах. Время на земле циклично, сутки, год, какие-то еще циклы, может быть, большие, сами по себе существуют. Так вот, так и получается, что женский организм и энергетика женская, она также в понимании времени, она более тяготеет к цикличности. То есть меньше, ну то, что меньше, наверное, даже, собственно говоря, и нет такого прямого отношения к линейному времени. А это скажется, собственно говоря, мы будем разбирать дальше и на способе мышления. А мужское, собственно говоря, время – это время дискурса. То есть мужчина всегда смотрит, у него, так сказать, в голове сидит, что из прошлого проистекает какое-то будущее. Это мы тоже говорили, логическое мышление, когда есть причина, есть следствие. Естественно, что причина эта у нас, она сейчас причина, завтра превратится в следствие. И уйдет в прошлое, во вчера. То есть наиболее понимание времени в сознании мужском, оно лежит в линии. В линии от прошлого к будущему. Ну и, конечно же, раз так получается, если у нас женское сознание, собственно говоря, базируется на формах, базовых формах, а в конечном итоге базовые формы – это наша фрактальная такая частичка земли, земля, любые формы, солнце и так далее. Это наше тело. Тело тоже имеет, собственно говоря, такие же уровни, как и в базовой форме Земли. То есть оно имеет, ну, Земля, у Земли базовые формы, наша планета как базовая форма имеет уровни минералы, растения, животное царство. А тело имеет, собственно говоря, оболочку, физическое тело, имеет физиологию, работу каких-то систем физиологических, в том числе эндокринной. И эмоциональная составляющая – вот основа, которая тесно связана с базовой формой, с Землей. Стало быть, влияние, если у нас мыслительный процесс у женщины тяготеет именно к цикличному времени Земли, то получается так, что и влияние на мыслительный процесс оказывают в большей степени эти три уровня нашего тела. Если говорить про мужской уровень, потому что мы не можем говорить, наверное, про женскую интуицию или женский образ мышления без образа мышления мужского. Собственно говоря, какое различие мы должны как-то установить. Влияние же мужское почему-то проявляется только в одном – в таком прямой вовлеченности в дискурсное мышление. И всё. То есть лежит, может быть, в меньшей степени в базовых слоях – в теле, в физиологии, в эмоциях, в большей степени в ментальном процессе дискурса. То есть, будем говорить, если по-русски говоря, мужское мышление всегда занято собой. Если женское мышление занято окружающим миром, который, в котором живёт, из которого создано, то мужское мышление занято больше собой. Это, можно сказать, не вывод пока. Это просто некая данность, на которой, пока мы не развились каких-то, не достигли, допустим, интуитивного слоя сознания, то для нас это является неотвративым таким вовлечением. Мы существуем на этом базисе, и тут поделать, собственно говоря, ничего нельзя. Как вот Волга впадает в Каспийское море, так, собственно говоря, и устроен наш такой комплекс тела, сознание, тело, в которое входит и мозг в том числе, как физиология мозга, через эмоции к сознанию, к сознательной деятельности, к дискурсивной сознательной деятельности. Вот так это всё можно учесть, при том, если мы будем разбирать, вернее, когда мы будем разбирать с вами уже по косточкам женскую и мужскую интуицию, или даже лучше сказать, образ женского и мужского мышления и пути к интуитивному слою сознания, какой у женского ума, как у мужского ума. Причём я хочу сказать, что женщина, женский ум или женский образ мышления, мужской образ мышления – это весьма относительные такие термины, названия, очень относительные, ну, наверное, на основе статистики просто так названы в большей степени. То, что мы так считаем, что у нас левое полушарие мужское, правое – женское, исходя из какой-то статистики набранной, из каких-то, значит, опытов, энцефалограмм, ну, может быть, показаний психологов на допросах. Вот у нас такой базис есть, от которого никуда не деться. Конечно, если разбираться более подробно, а это тоже можно делать, это мы, в принципе, разбираем более подробно, вгрызаясь в кому-то известные, кому-то малоизвестные такие части, может быть, науки, это не наука сейчас, наверное, не называется, а, может быть, знаний, как вообще базовая форма, то есть наша планета, царство природы, то есть части планеты, ну и дальше, дальше, дальше более глубоко, поскольку мы сами все, и мужчины, и женщины, состоим из элементов, из представителей этих царств или слоев Земли, планеты, на которой мы живем. Естественно, что они являются базой и влияют на все, на нашу жизнь, на наше здоровье, на наш образ мышления. То есть получается так, еще раз такой серьезный вывод сделаем, что женский ум или сознание женщины в большей степени опирается на планетарное соответствие, на планетарное содержание свое, то есть на тело, на первые три слоя тела, в том числе на форму, как вы знаете, понимаете, да, очень сильная эндокринная система связана, физиология связана с планетой, то есть матушка-Земля, она женского рода, и эмоциональная составляющая, которая является связующим звеном между физиологией, эндокринная система может на физиологию, на эмоциональную часть действовать, там можно радость вызывать, грусть, наоборот, агрессию, и самим мышлением, менталом, то есть каким-то мышлением дискурсивным, ассоциативным мышлением, которое тоже может быть обратное, или наоборот, это прямое действие на нашу физиологию, на наше тело иметь, если, конечно, оно каким-то образом развито настолько, что может иметь такого рода действия, там, я хочу быть здоровым, буду здоровым, я хочу, чтобы рано зажила, я заговорил кровь, все нормально, у меня все хорошо. Ну и мужское мышление, которое, еще раз повторюсь, которое оторвалось, я вам не хочу сейчас далеко это говорить, может быть, не оторвалось, может быть, всегда была оторвана, просто пришло из нее, а может быть, корова, может быть, страус злой, а может быть, не злой, но уже вывело внимание, в большей степени выводит внимание из тела, из этих трех первых уровней на себя, на себя в этом четвертом уровне, в уровне ментальном, где идет дискурс, где идет дискурс не только как правильно положено, думать как-то все-таки саморефлексия такая, кто я за человек, кто я такой, куда я иду, как мне развиваться, а он так должно быть, наверное. Ну, в построении цивилизации больше он задействован, то есть он вовлечен вовсю. В большей степени получается, чем женское сознание вовлечен больше в построение матрицы слоев общественного сознания, то есть, собственно, ряд цивилизации. Раз он уже меньше обращает внимания на окружающий мир, собственно говоря, на себя и в окружающем мире как форму, как часть этого мира, а больше обращает внимание как нечто эгоистичное такое «я», которое пользуется всего лишь частью этого мира, частью природы, то, конечно, он будет больше внимания уделять взаимодействию с такими же, как и он, строить этот мир. Поэтому у нас получается, что парадоксально, весьма парадоксально, но мир у нас получается мужской, хотя на женской основе. Тут даже можно сказать еще такую интересную вещь. Может быть, кто-то биологию-то учит по-настоящему, или, может быть, кто-то учил раньше, сейчас не знаю как. Ведь зародыш, когда развивается, то сначала даже те же самые половые органы у зародыша имеют женский вид, то есть они женские половые органы. Потом уже определение пола, оно существует, оно изначально, получается, существует в процессе, то есть процесс эволюции зародыш повторяет от икринки через малька, лягушонка, тоже знаете, наверное, может быть, даже фильмы смотрели, такие, как сказать, развлекательные, научно-познавательные. Потихоньку, значит, потом превращается уже зародыш маленькой обезьянки, человечка, эволюционирует, вся эволюция проходит в утробе матери. И вот в этой утробе, когда формируются вторичные, первичные половые признаки, формируются, то сначала идут женские половые органы, а потом, если это мальчик, то начинает преобразовываться все в мужские. То есть получается, если смотреть на вот этот фильм эволюции, который проходит с каждым человечком перед его рождением, то у нас была все-таки Ева сначала, а потом сделали Адама для того, чтобы он создал цивилизацию в виде дискурсивных, создания дискурсивных сетей на основе своих дискурсивных мыслей с помощью вовлечения своего сознания в такие обсуждения. Вот такая у нас получилась очень интересная перестановка. И вот это надо, конечно же, понимать и знать. То есть мы однозначно можем сказать, что начиная, получается, с эволюции, с физиологии и с энергетики, у нас есть два совсем разных вида разумных существ. С точки зрения генетики, может быть, стоит сказать, что все-таки это некие два вида одного целого. Потому что, может быть, такое расщепление существует для придания каких-то функций продолжения рода, более разнообразного, что ли, продолжения рода. Я думаю, что если была сначала у нас женщина, которая саморожденные были так называемые люди, потом появился мужчина для того, чтобы больше-больше было разнообразия. Так, пойди подбери такие, чтобы был такой ДНК, и чтобы была такая энергетика, и чтобы были предки одного и того же рода, чтобы этот род продолжился в своем роду. Практически невозможно. То есть надо было перемешать все на свете в какие-то большие такие конгломераты. Ну, вот исходя из этого, давайте тогда попробуем еще вспомнить о способах мышления. Я предлагаю как раз сегодня эфир сделать так, чтобы не было скучно. мы обещали упражнения разные. Было дело, да. Да, чтобы не было так скучно. Я сейчас немножко скажу про способы мышления, а потом мы попробуем протестироваться, если есть мужчины и женщины, протестироваться пару упражнений, а потом дальше продолжим. Владимир, как-то так, если есть мужчины и женщины, меня это напрягло. А кто еще может быть? А, я неправильно сказал. Если есть мужчины и женщины, которые рядышком сидят, для них это будет очень интересно. Фу, отлегло. Ну, повеселеть надо же, народ. Просто так это увлекся, увлекся. Увлекся, потерял часть слов. Думаю одно, говорю другое. Тема действительно очень сложная. И мне как-то не очень легко идти, срезать верхушечку такую, чтобы она была понятной. Потому что тут вглубь идут вопросы понимания времени, то, что оно разное у мужчины и у женщины. Очень интересная тема мы затронем, как, собственно говоря, рождаются люди, исходя из тоже роли женщины и мужчины в этом процессе. Ну и, конечно же, поговорим об интуиции. Так что сейчас, значит, вспомним, давайте про способы мышления, о которых мы говорили тоже в первом самом дне. То есть, если вы слушали все эфиры, то вам будет легче. Я немножко повторю, не буду сильно задерживать. Итак, у нас три способа мышления есть. Это дискурсивное и логическое мышление, это ассоциативное мышление, интуитивное. Причем первых два, они присутствуют у нас в мире, собственно говоря, изначально получается. А интуитивное мышление, это уже, оно тоже предназначено для этого мира, но к нему мало кто доходит. Так вот, дискурсивное мышление самое простое. У нас идет логическое построение в голове. Вот причина, вот следствие. Решение проистекает на основе нескольких таких цепочек. Я думаю, что нужно, чтобы так получилось, и начинаю думать. Вот этого следует вот это, из этого следует вот это, из этого следует вот это, и так далее. Пока через там энное количество итераций я не приду к какому-то выводу. Причем все понимания, всех знаний я беру из своих знаний, из некой матрицы, где скопились все знания, шаблоны, стереотипы из той самой матрицы слоев общественного сознания. Это в большей степени как раз то самое логическое дискурсивное мышление, которому тяготеет мужской тип мышления. Есть ассоциативное мышление, когда, то есть вы можете это посмотреть в Википедии, многое, чтобы, может быть, вспомнить или там дополнить эти знания. Ассоциативное мышление там, где, там в этом мышлении какие-то выводы делаются на основании опыта имеющегося у человека и сопряженного, то есть эта информация, которую он получает, она сопряжена с какими-то ассоциациями внутренними. Они могут быть эмоциональными, тактильными, ментальными, там, любыми ассоциациями. То есть он думает о чем-то, чтобы решить проблему, какой-то задает вопрос себе или какое-то такое постановление и ассоциативно получает либо ответ на этот вопрос, либо, может быть, это куда-то далеко заходит вовлечение в мысли какой-нибудь там, вместо того, чтобы думать, он начинает ворон считать. Но если более-менее четки то, что тренированный, образованный человек, который умеет управлять своими отвлечениями внимания на ворон, то получается так, что он вместо, там, десяти-двадцати итераций логическое мышление может получить ответ достаточно быстро. То есть он может схватить несколько решений, то есть проскочить несколько решений, поскольку у него есть уже какой-то опыт, во-первых. Во-вторых, он, может быть, эту информацию об этом опыте имеет такого рода не свою, не своего опыта. Это ассоциативное мышление. И как, насколько он может этим ассоциативным мышлением воспользоваться, это как раз вопрос, насколько у него работает, связано с его центральным процессором, будем говорить, правое полушарие. То есть первый у нас способ мышления доминирует в этом способе мышления. Левое полушарие. А вот ассоциативное мышление правое полушарие. То есть практически так получается, что правое полушарие, если оно, наверное, лучше сказать, присоединено к левому хорошо, то оно имеет некое скилло больше, уровень больше, преимуществ, что ли, больше, поскольку быстрее работает. Мы будем говорить о самой простой эффективности, о практичности. Ну, конечно же, оно работает, если есть на что опираться, если есть ассоциации в конечном итоге. Если их ассоциации нет, так тут делай, не делай, тут никуда не денешься. Тут можно только прорываться в интуитивную область мышления. Ну и когда мы развиваем полушарие, свое мышление настолько, что у нас проработана физиология, все нормальное, мы начинаем уходить с вовлечения, то в конце концов мы уходим на интуитивный образ мышления. Вот, значит, правое полушарие, то есть правое полушарие ассоциативное мышление, это так получается, что в большей степени женский образ мышления. И вот мы подходим к самому интересному, но прежде чем мы подойдем, давайте мы сделаем упражнение. Давай. Значит, готовы. Я просил, кто был на эфире, иметь с собой ручки, тетрадки какие-нибудь. И мы попытаемся сделать следующее сейчас. Есть такое понятие, мы сразу со сложного начнем, цепочка ассоциаций. То есть мы будем работать с нашим правым полушарием ассоциативным. Что такое ассоциация? Это получение информации, которую выдаст вам ваш мозг без всякого размышления логического. То есть он не должен исключать логику, что вот это, наверное, должно быть так, потому что у нас есть такой-то закон или такой-то порядок. Это логика. А если мы скажем «быстрый ассоциативный ряд», скажем сразу, не раздумывая, на какое-то вот мы получили слово там «белый», и вы скажете то, что у вас есть в голове. У кого-то будет снег, то есть очень привержен белый снег или белый халат, потому что к этим стереотипам мозг уже привык. А кто-то скажет «белый маг», кто-то скажет «белый тополь» вдруг. Ничего в этом страшного нет. Что выскочило, то выскочило. Это ассоциации. То есть мы должны сейчас будем писать в два столбика. Слово будет одно, так называемое отпусковое, от которого мы будем писать один столбик правой рукой, второй столбик левой рукой. То есть мы написали правой рукой столбик один от слова, которое я сейчас дам. Потом написали рядышком левой рукой столбик. Пишем прописными буквами, но самое главное дело не в этом. Мы будем не просто писать ассоциацию, то есть то, что придет первое в голову, когда мы прочитаем это слово. Мы это усложним достаточно серьезно. Мы будем писать цепочку ассоциаций. Как это получается? Это быстро понимается всеми. Вот слово какое-то будет. Слово номер один. Берем ручку правую руку, пишем то, что мы расслабились, прочитали это слово. Первое слово, которое нам в голову пришло по поводу этого слова, мы записываем его. Потом мы читаем... Пишем столбик, да? Под ним пишем. Под ним два столбика будет, поэтому надо рассчитать. Потом читаем это слово, которое получилось, и мы пишем ассоциацию к слову, которому мы только что записали. Не к тому первому, а к которому записали. То есть мы цепочно друг за другом пишем ассоциацию к тому, что слово, которое мы получили. То есть мы должны прочитать это слово, которое мы написали, первое попавшееся слово подписать под ним, потом опять прочитать, что мы написали. Обязательно нужно прочитать заново. И первое попавшееся слово, которое у нас в голове выскочило по поводу прочитанного слова, под ним написать и так далее. То есть мы пишем ассоциацию, допустим, ко второму слову, потом ассоциацию к третьему слову, то есть друг за другом, к слову, которое только что написали. Причем пишем один столбик правой рукой, а второй столбик рядышком пишем левой рукой. Стараемся писать, чтобы мы это дело поняли. Вот попробуем, значит, слово написать простое, которое, понятно, у нас имеет и образное значение, и абстрактное значение такое. Это время года, весна. Вот пишем весна по серединке на листочке. И пишем правой рукой, допустим, левый столбик от весны первая ассоциация. Потом мы руку убрали, прочитали эту ассоциацию. Пишем к ней ассоциацию под вот этот первый столбик дальше. Итак, 10 слов слева, 10 слов другой рукой, левой рукой. Тоже от слова весна начинаем. Начинаем. Пишем левой рукой. И такая будет тишина в радио, чтобы не мешать. Можно поставить какую-нибудь музыку, или музыка будет мешать? Ну, музыка может, конечно, отвлекать. Может отвлекать. Тогда не ставим, да? Нет, если без слов, может, можно поставить. Хотя, кто его знает, я не пробовал. Но даже без слов бывает, музыка отвлекает. Тогда, наверное, пускай у нас будет... Твое сосредоточенное дыхание. Да, да. Дышите ровнее. Самое главное – это писать цепочку ассоциаций. И читать обязательно слово, которое написали для того, чтобы получить ассоциацию для него уже, для нового слова. И расслабленными быть. Не напрягайтесь. Сейчас конец работы. Никакие мысли. Не надо ввлекаться мыслями другие какие-то темы. Конечно, будет больше времени затрачено на столбик левой рукой. Но желательно писать так, чтобы можно было прочитать. Уже солнце вопрос сделал, дало. Как всегда. А ты как хотел. Солнце у нас не спит. Да, с другой стороны земли. Кто-то включит посерединке. Там пауза, думает. Что ж было на радио? Нет, поэтому мы так потихонечку говорим. Мы делаем упражнения. Делаем упражнения. Пишем два столбика цепочки ассоциаций. Это одного слова весна. Пишем один столбик цепочки ассоциаций правой рукой. Второй столбик цепочки ассоциаций левой рукой. Это вот тестовое упражнение, по которому можно определить. Во-первых, человек сразу видит. Сейчас мы узнаем, что он увидит. И не оценивать. Не надо оценивать себя. Ни в коем случае. Никогда себя не оценивайте. Я хуже других или что-то такое. Каждый настолько разен. Разница от любого другого, что в огромное количество мерностей. Он не может быть хуже или лучше. Просто он другой. Когда пишешь левой рукой, в зеркалку хочется писать. То есть, с другой стороны. А это тоже есть такое. Ну, это уже другие упражнения. Действительно, зеркально получается гораздо лучше. Многие филонят, пишут печатными буквами. Это, конечно, совершенно никуда не годится. Потому что моторика не отрабатывается. А, как известно, человека создает ум, тело и речь. То есть, все должно быть вместе. Нужно 10 от слова весна, чтобы вниз было 10 еще дополнительных слов, да? Да, да. Я думаю, что уже записали. Думаю, по крайней мере. Потому что не надо задумываться. Как только задумаешься, это пошло уже дискурсивное мышление. Ассоциативное мышление, оно раз, выскочило и поехало. Выскочило. Самое главное, просто здесь задержка в том, чтобы прочитать слово, которое ты написал. И к нему уже ждать, что выскочит из головы. Даже есть такого рода... Допросы, основанные на ассоциативном мышлении. Когда можно человека вывести на показания. На чистую воду. Да, я написал 10 и там, и там. Ну, замечательно. Теперь вы, значит, все посмотрите, какого типа у вас понятия, смысла этих слов были в левой столбике, в правом столбике. И куда они все вышли. То есть, во-первых, какого ряда и куда они шли. Мы же писали цепочку ассоциаций. Это означает, что мы меняли, то есть шли за нашим сознанием, куда оно нас приведет. Куда приведет левое полушарие шли, а потом куда приведет правое полушарие шли. Конечно, много мусора первоначально в голове. Вовлечения различные, напряжение какое-то, попытки скатиться на логическое мышление. Это само собой с первого раза будет. Это все не страшно. Но важно, что, как опыт показывает, вот этот тест мы делаем его практически в начале, чтобы определить, насколько зажата у человека вот эта его логика. То есть, насколько существует, насколько действуют связи межполушарные. Бывает так, что он в логике и там, и там тяжело. Но это редко очень бывает, когда человек пишет одинаково, в два столбика. Ну, процентов, может быть, 15 из тех, что я встречал. А вот тебе интересно, что здесь пишут в чате? Ну, я не включаю. Ну, Нарада. Пока. Если хочешь, прочитай или пока не надо читать. Не, не, можно. Нарада написала правой рукой от весны. Красна, девица, коса, речка, вода, голубой, небо, облако, ветер, могуч. Дальше. Весна левой рукой. Цветок, ромашка, белая, снег, холод, мороз, дед, борода, седая, старуха. Ну, в одном месте получаются некие характеристики, в другом – образы. Давай я тебе сброшу, чтобы ты мог это видеть в нашем чате на всякий случай. Ну, да, я, да, да. Значит, во-первых, отличается, в большей степени у мужчин отличаются вот эти, у таких, как сказать, у прокаченных. В прокачанном сознании мужчин отличаются эти два столбика. А женщины тоже отличаются. И отличается и мужское, так сказать, написание, и женское написание. Вот сейчас еще посмотрю, что. Так, весна, красна. Ну, да, одно куда-то ушло в одну сторону, другая – в холод, мороз, в дед, седая, старуха. Как-то, так сказать, в разные места пошло все. Это первое, что может быть, это маленькая упражненница. Можете его делать. Оно полезно само по себе. Потом я еще расскажу про тест в конце 16 слов. Тест Юнга. Наверное, слышали о таком. Ну, давайте мы… Или мне почитать еще, что тут? Сейчас, здесь еще. Я просто сначала посмотрю. Юрин, ты пока говори про тесты, я сейчас… А, ну, я бы уже начал дальше продолжать тему. Так, значит, тему сейчас продолжим. То есть, ассоциативное мышление, еще раз хочу сказать, это прерогатива женского типа сознания. То есть, прерогатива правого полушария. И здесь ярко проглядывается, как это лучше сказать, незамороченность дискурса. Говорят, вот женское логическое мышление, она типа женщина не думает, говорит, откуда-то берет. Это мужское, так сказать, мнение. Нелогичное что-то такое. Но в то же время ассоциативное мышление, оно при хорошей настройке, получается, что оно, во-первых, как я сказал, на порядок эффективнее дискурсивного мышления. Потому что мы вместо там пяти-десяти, пятидесяти итераций логических можем поймать один какой-то такой серьезный, серьезное решение за одну-две итерации. Мне нравится от Владимира Заматича. Я не тестировался, я-то знаю, что я мужчина, и не сомневаюсь в этом. Народ написал, я мальчик. Мы не определяем ни в коем случае мужчина или женщина. Я мужчина, и это хорошо, это очень хорошо, особенно сейчас это звучит очень оптимистично. Уверенно, хорошо, да, вовремя. Да. Ну вот Женя тут прислал и левой, и правой рукой. Да, и этого тоже, правая, и левая рука. То есть у нас три теста уже здесь выложены. Да-да-да, я вижу, 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 вижу. Разница тем... Третий тест точно женский, вот Женя Макарова точно женский. Посередине не знаю. Верхний мужской. Первый мужской, потом незнаючий, потом женский. Ну, потому что... Чем отличается? Потому что знаешь, кто писал? Я просто тебя спрашиваю. Вот они отличаются между собой? Если вот опытный человек посмотрел, сказал... Ну, смотрите. Вот это мужской, это женский, это там... Ну, чтобы определять женский и мужской, надо, конечно, не такие тесты проводить, а настоящие. Более серьезные, да? Ну, во-первых, спокойное состояние должно быть, немножко побольше, чтобы была валидность. Еще есть другого типа, мы там разные направления будем писать и так далее. Ну, смотрите, разница в правой и левой руке. Вот, допустим, Женя Макарова, он очевидно. Что идет? Идет даже разная... Вот вторая, это левая рука, да, левая рука. Идут эмоции, идут отношения, идут чувства, да? Пишется шалость, смех, реакции. Если первое, это какие-то формы, какие-то понятия, то второе, это описание взаимодействия, то есть реакции на что-то большее. Радость, счастье, смех, жалость, слезки. Ну, цель, допустим, это не конкретика, конечно же, не конкретика. Цель, ее нельзя пощупать, она нелогична. Цель, это нечто, которое где-то далеко. Труд, это тоже не предмет. Это слово такое получается, это действие. Это не предмет сам по себе. Муж в мужской обычно две руки пишут одно и то же практически. Причем пишут в большей логике. То есть в то, что касается темы. Ну, можно смотреть, тут нарада, да? Весна красная. Да, вот посмотри, да, нарада. Ну, то есть получается, весна красна, второй тест, смотри, тоже красная изба, там, да, тоже такое все. То есть схожи здесь. Понесло в одну сторону то, что называется. Красна, танец, коса. Понесло непросто. Я же дал слово, которое имеет очень много стереотипов и шаблонов само по себе. У Жени, у Макарова это тут видно, в другое она пошла в сторону. Ну, вот получается, что человек уже выходит потихонечку из стереотипов и шаблонов. А когда внутри стереотипов и шаблонов, то сразу выходит весна, красна, там, значит, что у нас еще? Ну, красна девица, ладно. Ну, что есть? Ну, все. И вот, Данил, тоже смотри. Красота, чистота, радость, дети, солнце, поле, луга, моря. Тоже, тоже пересекается, да, что-то есть? Ну, пересекается, пересекается. Ну, пишется правой рукой то, что близко к стереотипам, то, что есть, то, что в жизни есть, весьма конкретное, не абстрактное. А то, что левой рукой пишется нечто абстрактное, которое нельзя пощупать. Молчая, нельзя пощупать. Вопрос нельзя пощупать. Нельзя увидеть. Нельзя пощупать глазами, руками. То же самое. То есть это разные руки по-разному будут писать. Причем мы писали с вами, хотя и стереотипное такое слово. Если бы я задал бы, допустим, сейчас мы можем еще сделать такое тест на слово, которое мало кто знает. Хотя полезут в интернет смотреть, но лучше всего не смотреть. Тогда будет совсем по-другому выход. То есть сейчас самый-самый такой простенький. Ну, давайте мы... Кинулись упражнение делать. Давайте мы поговорим. Вернемся, да. Да, поговорим, а потом еще раз сделаем упражнение интересное тоже. А то я сейчас сам нить потеряю. Будем заниматься... По поискам нити. Так аренду приглашают. Минотавра позовем заодно. Так вот, остановились мы на том, что ассоциативное мышление более эффективно само по себе. То есть поэтапно так и получается. Сначала на абстрактное идет. Следующее ассоциативное – это правое полушарие. И интуитивное, когда оба полушария задействованы, они включаются и переходят в новое состояние, когда можно уже вынув из вовлечения свое сознание внешнее и внутреннее. Все, уже вот, как мы говорили, за паровозом, за этим поездом увидеть ту информацию, которая есть. Но мы говорим про женский тип в основном, да? У нас эта тема такая. Поэтому тут получается-то, смотрите, первое по возрастающей у нас дискурсивное, потом правополушарное ассоциативное, потом уже интуитивное. А женщину мы причисляем к правополушарным. То есть у женщины изначально заложен потенциал больше, чем дискурсного мышления. Это первое. То есть получается так, и я уже наблюдал это сам на природе. То есть я видел, что девушки, женщины, которые имеют способности ведуней, ну так называется, наверное, на русском языке, не экстрасенсов, а ведуней, у них, во-первых, письмо пишут почти практически хорошо обеими руками. То есть если есть способности, ну, соединяешь эти две информации, способности к видению чего-либо, то хорошо пишутся двумя руками. То есть получается так, что правое полушарие начинает работать так, как оно должно работать. Почему оно не работает у всех, женщин? Почему получается так, что у нас доминирует мужское сознание логическое, доминирует, управляет всем по разным причинам? Первая причина это, наверное, первая причина это несбалансированное развитие всего общества как такового. Потому что когда есть лад между мужчиной и женщиной, то, собственно говоря, тут никакой экстрасенсорики не надо, все хорошо все знают, все друг друга понимают. И, во-первых, самое главное, все спокойны. Нет, как в буддизме, страданий мало. То есть есть некий сдвиг появился у нас, в нашей матрице общественного сознания, который не дал вот этому сознанию, может быть, правильно не дал, не знаю, по какой причине, неправильно мне судить, не дал, не дает, ну, тормозит, или как можно сказать, может, сами мы тормозим себе, прийти в баланс сознанию, что мужскому, что женскому, для того, чтобы выйти на интуитивный уровень сознания. Поскольку говорим мы о женском, то мы будем говорить о женском. Значит, еще раз более глубоко лезем. Женская сущность опирается на матушку-землю нашу, на три уровня, три царства природы. Большей степени вовлечения, даже не вовлечения, а основой является для сознания, это как раз тело, физиология, эмоциональная составляющая. Дискурсивный способ мышления, который существует сейчас, превалирует в ментальном уже теле, это в большей степени мужской тип мышления, где люди вовлечены в свои собственные отношения с другими, в себя, в самих, но ни в форму, ни в окружающий мир. Это я уже говорил. И благодаря, так сказать, вот этому вовлечению в себя в большей степени и была построена матрица общественного сознания, слоев которой, я говорю, цивилизация наша, на основании этого типа мышления. Это раз. Два. Что же, собственно говоря, что делать, может быть, получается сказать, что изменяется, что, может быть, влияет очень сильно на развитие женского сознания, на развитие до уровня интуитивного сознания. Во-первых, нормальное состояние сознания женского – это как раз уже практически интуитивное состояние. Почему? Потому что у нас ассоциативное мышление есть, ассоциативный образ мышления есть. Необходимо, чтобы он работал. Что ассоциативный образ мышления, что дискурсивный образ мышления мужского, они работают через матрицу стереотипов, знаний, шаблонов и так далее. Оттуда берут все знания. Это раз. Два. Мы с вами, то, что я уже третий раз, получается, повторяю, что основой женского сознания являются природные формы. То есть получается так, что если форма в балансе, физиология в балансе, эмоции в балансе, то сознание находится в балансе, и оно работает эффективно. Работает эффективно. Стало быть, оно работает на уровне, когда интуиция становится потихонечку, становится частью сознания. То есть получается всего лишь восстановление с помощью разных упражнений, это само собой, те, которые, допустим, мы проходим. Это, как сказать, как азбука, как физкультура, фитнес, да? А чтобы интуиция женская работала постоянно, женщине нужно быть, нужно иметь, то есть для нее наиболее важно, чтобы это работало, важнее, чем мужчине в большей степени, чтобы работало, чтобы были в балансе вот эти три составляющих. Форма, физиология и эмоции. Ну, это можно, наверное, это азбука такая, да, что если спокойный человек, то он все может и горы свернуть. Но так получается, что работа ассоциативного сознания для женщины целиком базируется в следующем. Какой у нас там уровень от ментального вниз? Эмоциональный. Эмоциональный зависит от физиологии, в том числе, и от внешних раздражителей, от физиологии. Ну, эмоциональный зависит тоже самое от формы, от всего сразу зависит. Но эмоциональный в большей степени. То есть, как только женщина обретает эмоциональный баланс, причем не разовый все-таки, выращивается достаточно серьезный, то ассоциативное мышление, оно работает как натуральное, как изначальное, работает сразу, даже без упражнений, оно работает достаточно хорошо. Есть еще, значит, есть запас знаний, то есть, скажем так, эмоционально сбалансированная, образованная женщина, это практически наше ведунье, будем так называть, которое может знать обо всем, ну, не обо всем, но о том, что нужно. То есть, имеет доступ к интеллективным условиям сознания. Это вот такой вот интересный поворот, не поворот, факт, который мы потихонечку его выяснили за два года работы. Как это, в принципе, происходило? Конечно, упражнения сами по себе, которыми мы занимаемся, они первичные упражнения на фитнесе, то есть, в однодневном курсе, кстати, будет в субботу сейчас, в этом году последний, мы делаем упражнения одинаковые для мужчины и женщины. Причем тяжелее, конечно, идет с точки зрения, если все хорошо, в эмоциональном балансе у всех все хорошо настроены, ну, мы говорим хотя бы один день, там, два дня, потому что неизвестно у человека, что за душой он таит, что у него там за проблемы или какие-то переживания, горести, ну, вот за один-два дня большой прогресс идет женской части. Дальше мы начинаем работать, то, что мы работаем с некоторыми людьми, ну, с многими людьми достаточно долго, есть и по два года уже, начинаем выяснять, что наилучший вариант для мужчины это упражнения, упражнения и упражнения ассоциативного характера, если я говорю, что мы с логическим мышлением, не работаем, просто упражнения. То есть он занимается упражнением, он занимается и, конечно же, вывод из вовлечения сознания. Ну, это у нас у всех такая задача стоит, ну, просто чтобы оно не было занято чем-то другим. Если расслабляется, делает упражнения, идут очень хорошие успехи. Для женщины успехи сразу на первых занятиях идут великолепные, большие, поскольку первая у нас благожелательная атмосфера на всех наших встречах, ну, энергетика хорошая, люди расслабляются, эмоциональный баланс выстраивается, сразу исключительные результаты появляются. То есть у нас уже немножко-то, побольше курсов, не однодневных, а там четырех-пятидневных, как я говорил, у нас уже и характеристики определяет 95-85%, сейчас у нас в программе нет этого. Ну, вот, допустим, когда мы проходим практики внимательности, то и видят, что за спиной 270 градусов, так сказать, круг обзора, не 120, не 180, которые мы получаем сразу же, там, на одном занятии мы такое учим интересное упражнение, а 270, человек видит, что у него за спиной. У женщин получается сразу практически. А вот дальше, пока мы не восстанавливаем эмоциональный баланс через практики внимательности, невовлечения, познавания себя. Есть такого рода интересные очень, даже не то, что упражнения, целая программа. Вот так вот дергание. Что-то не так, все, ушел, соскочил с этого совершенства, я бы так сказал, соскочила, да, соскочила с этого совершенства, ушла в эмоциональную какую-то деятельность, целостность потеряла. Все. Поэтому первым и самым главным для того, чтобы добиться стабильного, интуитивного смысления или смысла, это, конечно же, восстановление эмоциональной полноты и целостности. Потому что физиология дальше, она подтягивается однозначно, то, что вот от этих упражнений, даже от первичных упражнений физиология подтягивается, мы балансируем мозги, а они уже балансируют все остальное. Ну и тело то же самое, оно зависит все-таки от сознания. Как человек себя построит, так он и будет выглядеть перед другими. То есть, в принципе, как Вольф Мессинг протягивал листочек кондуктору и говорил, что это билет, и кондуктор брал за билет, как он проходил через охранника к Сталину. Ну, примерно то же самое. Это тоже не такое уж недосягаемое и не фантастичное. Это все, наверное, в человеческих руках. То есть, вопрос стоит в том, чтобы всего лишь, ну, всего лишь это очень, в кавычках сказано, всего лишь это очень задача сложная, но она возможная. Это возвращение эмоционального баланса женщине, целостность эмоциональной, и тогда интуиция, то есть, инициативное мышление работает сразу на все, ну, сто не сто, ну, очень хорошо, эффективно, и начинает работать доступ к интуитивному сознанию. А дальше уже упражнение по выходу из вовлечения сознания, а это вполне возможно. Такое существует, может быть, предвзятое мнение, что там женщина вечно вовлекается во все дела. Я бы не сказал бы. Женщины наиболее сосредоточенные существа в нашем мире. Потому что если, как женщина-снайпер, самый лучший снайпер, потому что она сосредоточена на форме, сосредоточена на действии с формой, сосредоточена на окружающем мире. Вот это вот женщина. А сегодняшний мир у нас такой, что он ломает эту сосредоточенность. Она ломает взаимоотношения женщины с собственным базисом, с собственной основой, с природой. И в этом ломаном мире, естественно, что у нас начинает так называемый даунгрейд. То есть мы начинаем действовать на основе дискурсивного мышления. Ну пусть называется мужского, но я бы не сказал бы, что мужского, просто первичного. То есть давайте мы сейчас, получается, перейдем, наверное, к универсализму, не к тому, который у нас там толерантному универсализму, а к сознанию. То, что хорошо, что вот сказал, что я знаю, что я мужчина, упражнения делать не буду. Но могу сказать, что мужского у мужчины не отнимет, если он будет делать упражнения, особенно развивать свое ассоциативное мышление, выходить на уровень интуиции. А наоборот, столько всего прибудет, того, что он считает мужским, что и будет даже удивлен. здесь вопрос как раз в создании себя, в создании из себя человека. Человека, который не то, что универсален, а тот такой, который должен быть. То есть выйти из даунгрейта, есть апгрейты, когда программу улучшает, увеличивает возможности. А у нас каким-то образом при переходе цивилизации из природы в города, в построении многочисленных форм, неестественных, имеется в виду продукты, ну формы, это все, что сотворено не природой. Будем так говорить. из искусственных форм, у нас сознание стало идти в минус. И этот минус казался в том числе и на сознании, как мужчины, так и женщины. Вот такой у нас здесь парадокс оказался. Так, ну, наверное, тоже устали. Можно, я еще продолжил, но как мы сделаем? Вопросы ответим, а потом упражнения сделаем? Или упражнения, потом вопросы? И продолжим? В данном случае у тебя педагогический опыт в этом направлении велик, поэтому, как ты скажешь, так мы и сделаем. Вопросы уже накопились кое-какие. Тут даже уже я объявил тотализатор, ответишь ты на них или не ответишь на все вопросы, потому что пошли гадания. Ответит, не ответит. Хорошо. Да, давайте тотализатор. Давайте, давайте. На кого ставить? Давайте, скажите. Нет, в данном случае ты у нас внутри, а сидят люди, ты у нас внутри стадиона, а тут люди сидят снаружи. Я бегаю по кругу. Да. Я честно не открываю чат, когда мы находимся в эфире. Хорошо. Ну что ж, давайте по вопросам пробежимся вместе с тобой. Пускай теперь на нас с тобой делают ставки. Кто задаст, то ответит. Вопрос эфира от Владимира Изматищ. Владимир, если сравнивать мужчину и женщину, то сразу бросается в глаза, что площадь поверхности их тел разная. Ты понял, какой подход? Я прочитал уже. Да. Нет. Я понимаю, что ты читаешь. Просто подход, как площадь тел разная. Площадь разная, да. Все разное. Согласны. Вопросов здесь нет. Дальше. У женщины спереди и сзади больше. И внутренняя поверхность тоже больше. Владимир Изматищ, нас дети слушают. Я краснеть начинаю. Следовательно, площадь соприкосновения женщины с окружающим миром как минимум на четверть квадратных метра больше, чем у мужчины. При этом решающее значение с моей точки зрения имеет не абсолютная величина площади поверхности тела, а именно отношение площади поверхности мозга к площади поверхности тела. Ух ты. Большее отношение соприкосновения с миром вызывает большую чувствительность. И в итоге иной уровень восприятия. Что скажешь на такую версию? Ну, прежде всего, начнешь говорить, я встречал женщин, которые очень худощавые, а их мужчины, они достаточно объемных размеров, такие пузики, аж зеркальная болезнь у них развита очень хорошо. И наоборот встречал, когда такие тети Сони настоящие, а вот мужчины стручок рядом с ней. Так что все достаточно относительно. Ну, хорошо. Что ты скажешь по вопросу Владимира Какие ставки на этот вопрос были? Нет, на этот вопрос конкретно нет. Там другой, другой, другой. Хорошо. Тогда у нас дети слушают, поэтому я отвечу просто, что это ничего не скажу, это не версия, это, наверное, очень, так сказать, ну, юмористическое юмористическое изложение. Потому что мы же взрослые люди, и, наверное, не то, что взрослые, мы чуть-чуть образованные, мы же знаем, что отношение мозга к телу, мозга к поверхности тела, мало имеет каких-то значений вообще в разнице. То, что в отношении, у дельфина там мозг по отношению к весу тела один, у кита другой, у человека третий. Так получается, что у какой-нибудь рыбы относительный вес мозга по отношению к телу может быть даже больше, чем у человека. Ну, у рыбы или там у какого-то животного и что из этого. То есть никаких здесь ответов быть не может. Это версия, я считаю на эту версию, что она не имеет значения. Такая версия. Ну, написано ярко, согласись. Настоящий мужчина. Настоящий мужчина писал, да? Замечательная версия. Замечательная сама по себе. Ну, любое, вот, это же мыслительная деятельность, это же замечательно, когда она есть, когда начинаешь со вкусом вгрызаться в это яблоко этой мысли и обгрызать его определенной фигурой. Ну, да. Смысла в этом нет, но красиво и классно. Ну, ты заметил, что это мужской подход такой вопрос, мужской? Заметил, да? Конечно, да. Четко здесь. Вот как раз это Владимир Владимирович писал, что я не буду там тест проходить, потому что я и так мужчина. Вот как раз этот вопрос и задал. Ну, вот, ответ четкий. Тема площади не раскрыта. Ладно, он раскроет в следующем вопросе. Зря ты это сказал. Так, а вот тут, значит, реплика сразу такая на РАДО 314. А гость азартен? Когда ты спросил, какие ставки? А гость азартен? Ну, да. Так, идем дальше. Любомир, вопрос эфир от Андрея из Екатеринбурга. Владимир, как быть, когда идет поток ответов интуитивных на ситуацию или вопрос и начинаю противоречить, то есть конфликтовать, то включаю логику, а то включаю. То есть, то включать логику мужику, то не включать. То включать, он спрашивает, включать логику мужику. Ну, включать, ну, то, понимаешь, здесь вот слово то добавлено, то есть... Вопрос очень простой. Значит, если поток ответов противоречит, то они не интуитивные. А, это уже логика включилась, Да, это уже включилась логика, причем она включилась не в лучшем своем состоянии, а где-то пограничном, то ли то, то ли это. Ну, бывает такая расстройка системы. Ну, кто системотехник знает, что есть еще, есть отрицательная связь, обратная, есть положительная, если она вдруг превращается в положительное самовозбуждение идет, потом все сгорает. То есть, мы проходили, мы, по-моему, на занятиях у нас было, на верификации сердцем, да? Было? Или не было? Что-то как-то я упустил это. Ну, может быть, вспомнит, кто слушал, напомнит, если не было, я еще раз повторю. Ну, лучше повторить, мне кажется. Как верифицировать те или иные тайную информацию, которая к вам приходит. То есть, включать не надо ни в коем случае. И, во-первых, значит... А, это когда, стоп, по-русски просто, когда давал упражнение на правда-неправда, да? Да, 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 да. Все, это было, потому что слова ты умные употребляешь иностранные, меня иностранные слова вышибают, я просто как-то больше к русским отношусь. Хорошо. Верь сердцу, вот и все. Вот, вот, вот теперь понятно, было, вот теперь еще было, когда верификация, как-то раз, и завис. Перегрузка долгая, от слова вера, от слова верить. Я мужчина, все-таки уже не молодой, перегрузка долго происходит. Хорошо. Идем дальше. Женя Макарова, вопрос в эфир. 25 лет назад, благодаря ассоциативному и другим мышлениям, мой сын попал по конкурсу в мировую школу отдаленных детей и закончил за границей. Там и остался. Да коли, а мы-то где? А мы в России, матушки. У нас еще круче все. Да у нас не то, чтобы круче. Дело не в том, что закончил школу. Мы с вами говорили же о матрице слоев. Ведь главное не роль. Главное, как он себя чувствует человеком. Можно чувствовать человеком в деревне, жить и чувствовать счастливым себя человеком. Можно реализовать себя и у нас. У нас в таких, с такой полосой препятствий, когда реализуешь, то, конечно же, эта реализация гораздо ценнее получается. и мы не цветочные дети. Я просто вижу сам, за границей тоже был и смотрю, как там живется. И не мало, так сказать, это все было. Это, может быть, анекдот такой, когда Василий Иванович в карты играл, да, джентльменам верят на слово, тут мне карта и поперла. Это, может быть, такой анекдот, который говорит не интуиция предприимчивости, а в принципе то, что мы здесь проходим, эту тренировку, надоело тренироваться, наверное, но все равно то, что мы проходим эту жизнь, в которой мы остаемся людьми, что бы с нами ни было, людьми, которые себя выделывают, человека из себя, это дорогого стоит. Там, может быть, лучше, там, может быть, есть смысл как-то попытаться себя реализовать, но посмотрите, ведь практически все такие личности, начиная с кто-то с вертолета делал, Сикорский, да, Сикорский убежал, еще кто-то, еще кто-то, там продвинулись настолько, что основные, все практически основные научные достижения, они имеют корни наши, почему, потому что люди научились быть субъектными здесь у нас, это самая лучшая школа жизни, которая существует, это первое, а второе, там, не там, мы на одной планете живем, и слава Богу, что там закончил за границей, там остался, ну, решил так, слава Богу, мы все люди. Все мы человеки. Конечно. Когда ты сказал слово верификация, я стал тогда задумываться, был, не было, такая, значит, идет здесь переписка, Данил пишет, было, Эдгар, не было, Данил, было, солнце, было, Данил, говоришь себе неправду, Женя Макарова, было, много, высоких знаков, Эдгар, а, да, было, солнце, было, все, пришли к такой, большим буквам, было, переписка. Хорошо, хорошо. Так, первый самый вопрос-то я не прочитал, солнце, вопрос эфир, Владимир, а что значит саморожденные люди? Ну, это мы далеко от темы улетаем. Ну, ты произнес это слово, она ведь задала этот вопрос. Ну, давайте возьмем источники различные, начнем от Библии, как это, сначала был один человек, да, как говорится, он там по раю ходил, скучно было, сделали ему женщину. Здесь получается, что мы переворачиваем, я возвращаюсь к тому, что говорил, переворачиваем наоборот, что эволюционное развитие плода в отрубе матери говорит о том, что сначала это была женщина, а потом мужчина появился. Ну, посмотрите, сейчас интернет есть, раньше книжки читали, там было все описано, то есть сначала формируются половые признаки, половые органы женские у эмбриона, а потом, если это мальчик будет, то превращается все, там еще такой шов остается, превращаются все мужские. То есть сначала было все-таки андрогины, этой Побловацкой, то есть люди, которые сами, то есть они были, ну, нельзя сказать, чтобы двуполые, просто они рождали сами подобных, почкованием, клонированием, размножались. То есть сами, собственно говоря, то есть практически были женщины одни, которые сами себя каким-то образом оплодотворяли, даже так не скажешь, что оплодотворяли, просто рожали, самоподобных людей, саморожденных. Чувствую, у кого-то гордыню точно сейчас проявил, прям поперло у кого-то, скажешь, о, о, как все было-то. Ну, что было, то было, что? Было, да сплыло, упустили. Ну, упустили, но было природное, надо было развивать каким-то образом по-другому, то есть это отрывать от этого мира для того, чтобы заполнять его до конца, ведь у нас бесконечность существует в разных типах, есть актуальная, есть потенциальная бесконечность, бесконечность малых чисел, а есть так называемый континуум, где нету места, все должно быть заполнено. Вот нужно было заполнить еще цивилизацией. Для этого взялся мужчина с далеких звезд, с других звезд пришел. Я сейчас скажу, после, наверное, все-таки по упражнению или чего-то там еще, как раз мы поговорим об этом. Хорошо, хорошо. Вопрос в эфир от Олега Зыркутска. Здравия, Владимир. Вот ты говоришь, да и не только ты, что по образу мысли мужчина и женщина это инопланетяне и друг друга с трудом понимают, но ведь мы один вид, в конце концов, друг из друга воспроизводимся изначально сотворены по образу и подобию богов. И отсюда я не думаю, чтобы высшими силами были заложены какая-то заблаговременная, конструктивная ошибка между ментальным взаимодействием между полами. Я думаю, соображаю и утверждаю, что если человек хочет понять противоположный пол, то он его поймет и найдет для этого способы и средства. Тем более, любящие сердца, ведь любовь – это люди, боговедуют, то есть, воспринимают этот мир и все краски Вселенной вместе, локоть, локоть, спина к спине, плечо к плечу. Так жили наши предки с покон веков. И воспитывали детей вместе, терпели радости, горести, понимали друг друга с полуслова. И я думаю, не совсем верно с твоей стороны так резко мысленно противопоставлять строение сознания мужчины и женщины при, конечно, безусловных их особенностях. А проблемы в общении заложены в той самой же матрице, заложенной в процессе формирования современного общества. Что скажешь, Владимир? Благодарю. Ну, сказано-то как раз очень правильно и хорошо, то есть вывод замечательный. Что касается противопоставления, ну вот как противопоставлять? Сейчас поставишь обнаженному мужчину и женщину, и что делать? Они же все-таки разные, и тела разные, и строения разные. Не будем ставить рядом сейчас обнаженной женщины и мужчины, не будем. Необнаженной в смысле в натуре, так будем говорить. То есть получается, что никуда не денешься, строение разное, и строение разное, в том числе и сознание. Ведь как раз совершенство в разнообразии есть. А если мы достигаем в этом разнообразии гармонии, это то, что мы должны достичь, это наша цель. Поэтому вот то, что говорит Олег, он видит уже пути достижения этой цели. Но чтобы достигать ее, нужно знать вообще, какие мы разные, насколько мы разные, до каких корней и мы разные. Ведь если пойдем повыше наши уже невидимые наши субстракции, наши сущности, то там мы все одинаковые. А здесь вот в этом мире мы проявились разными, разными не только в телах. Это уже получается некое следствие того, что мы разные внутри и в сознании. И тела наши дали разные сознания, и наше понимание времени каждого из нас. Мужчина понимает время как линию от прошлого к будущему. Женщина понимает время как цикл. Потому что она ближе к цикличности времени нашей планеты. Хотя даже, смотрите, что такое Тара? Тара, ну, Тартария еще была, да, наша прародина. Даже, не знаю, как-то это говорят, что исторически Тартария, собственно говоря, была прорусью. Тара перевод на русский язык, санскрит, это звезда. Богиня Тара была такая. Полярная звезда. Богиня Тара существует в тибетском культе, имеется в виду в религии Бонн существует, есть мантры посвященные Таре, белые, зеленые Таре. И у нас и страна была Тартария, то есть страна Тары и Тария и Ария. То есть страна звезды одной и еще кого-то там, Ария, да. То есть объединение двух внепланетных начал и позволило создать здесь человека. Поэтому я и пытаюсь все-таки снять стружку с того понимания, что вот мы все равны, мы все, значит, есть феминизм, еще, по-моему, да, такое слово, когда вот мы должны работать на всех одинаковых работах. Хотим, можно работать, не должны, а можно, как хотим. Но мы внутри дополняем друг друга, это естественно мы дополняем, потому что если мы были одинаковые, было бы скучно совершенно. Тогда бы действительно толерантность сплошная, вот стали одинаковые все мужчины и женщины в Европе. Возникла однополая любовь, потому что нет полюсов, которые могут притянуться друг к другу. И здесь это не полюса, это не противоположность, это не хорошее и плохое, это просто разное. И разное, в это разное я сейчас и вкладываю основу. Почему мы разные? Потому что женщина это наиболее сознание, десятый раз повторяю, притянутое, берущее за основу нашу планету вместе с ее формами, вместе с ее царствами природы и вместе со временем, течением времени планеты или свойствами времени планеты. Потому что я занимаюсь временем, я занимаюсь временем достаточно серьезно и вижу это. А мужчина привязан к другому времени, к линейному, и он в этом времени существует. Поэтому надо дополнять друг друга, дополнять через совершенство свое. Ну, и понимать нужно, мужчине нужно понять женщину, почему она такая, не просто вот она там, она говорит, дурная баба, ничего не понимает, то, что я говорю, это никуда не годится. И женщины понимать мужчину, почему он так себя ведет, почему мужчина видит там только 7 светов, а не 19, как женщина, или там больше всех оттенков. Вот это вообще нонсенс, да? Почему мужчина не обращает внимания на вот эти формы, на вот эти красивые вещи, которые я вижу, которые мне нравятся? Почему не обращает внимания на какие-то действия? Потому что он вовлечен внутрь себя и выстраивает с помощью этого вовлечения, ну, еще вовлечен, конечно, в эту матрицу. Поэтому это совершенство нам нужно изучать изначально. Если мы будем невежественны, то мы только будем едой для нашей же собственно созданной в звере матрицы, того самого вавилонского зверя, который мы сами создали. Да, Владимир Замотевич, реплика в эфир. Клетки заключили между собой договор взаимопомощи и объединились тела для выполнения своих известных только им целей. Клетки тела смеются над вашими версиями эволюции и разницей полов. Вот так вот. И присоединился Владимир с Киева. Сегодня что? Емуристический эфир. Читает здесь, что у нас в чате идет. Вот так вот с весельем у нас сегодня проходит. Не соскучишься с нами. Не, на самом деле мы развиваем мозги, но без юмора как? Без шуток. Солнце. Вопрос в эфир, на который я предложил делать ставки тотализатора. Но пока не было ставок на самом деле. Вопрос в эфир. Владимир, скажи, пожалуйста, а что такое, на твой взгляд, безусловная любовь? Благодарю. Ну, это наиболее приближенная из всех понятных человеком любовь, которая исходит из Бога. Это раз. А безусловное это то свойство, которое мы можем каким-то образом определить, что это безусловие. То есть это нельзя говорить, что любовь имеет какие-то она бывает высшая, бывает низшая. Она просто проявляется по-разному. На уровне нашего собственно не любой высшая ниша, она всегда одинаковая. А наше сознание такое, которое делает любовь либо низшей, либо высшей. Но низшая любовь может быть между мужчиной и женщиной это просто секс. между вообще она проявляется как притяжение, то есть любовь к деньгам может быть тоже, может быть просто стяжательство всего на свете, то есть я хочу, чтобы было все во мне, все при мне. Это закон притяжения. Основной закон единения в разделении, разделение в единении, это собственно говоря и есть закон любви. И то, что мы понимаем, еще понимаем, так сказать, что более очень объемное сама по себе любовь, то, что мы еще можем увидеть и понять, это можно каким-то образом назвать безусловно. Если говорить на примерах, это значит, что если ты любишь человека, то тебе хорошо, когда он счастлив. Независимо, кому он принадлежит, это вообще слово, человек кому принадлежит. С кем он, как он, где он, главное, чтобы ему было хорошо, главное, чтобы ему было благо. Без всяческих условий, что вот ты меня будешь любить, я тебя буду любить, ты будешь только со мной, просто любишь и все. Ну, большинство людей сейчас начинает отвечать, что ответит, конечно же, ответит, можно было не сомневаться, то есть, большинство поставили на тебя, что ты ответишь. Получилось так, ты ответил, а тут был такой вопрос, а что здесь еще и условное, ну да, у прокурора, то есть, у нас сегодня разноплановый эфир, во все стороны вообще, так эта мысль во все стороны прыгает. Так, ладно, ладно, повеселились, идем дальше. Вопрос в эфир от Жени Макаровой. Я вроде женщина, с таким небольшим сомнением, но оставшаяся одна заметила, что моя эффективность во всем выросла, потому ли, что женщины нет и опереться за защиты нет. Потому ли, что защиты нет, да, опереться ненако. Или есть другое объяснение, более логичное. Кстати, вот да, защита или что-то другое здесь срабатывает, когда женщина одна остается. Ну, давайте так, защита, слово очень примитивное. Защита, это значит выставление границ, от чего-то нужно отталкиваться, от чего-то защищаться, опираться. Они никогда не были эволюционными, эффективными или приводили к какому-то развитию вот в сторону от чего защищаться, давайте мы будем придумать и больше все забываем, увлекаемся в нее. Либо вообще в стагнацию. Нет, скорее всего, субъектность увеличилась, то есть увеличилось внутреннее состояние, то есть вернулось в себя, так что мне на кого-то смотреть, я человек. И начало работать, начало работать с точки зрения судьбоносного характера, то есть когда субъектность сама по себе достаточно большая, мы ни на кого не спихиваем, не объясняем свои какие-то поражения и горести кознями других или вообще все зависит не от меня. Когда мы считаем, что все зависит от нас, так и становится. Тогда становится по-другому. И вот исходя из той же женского понимания времени, огромный потенциал лежит в этой субъектности. То есть в принципе если мужики дальше такими будут женоподобными, неумными или там не знаю только думающими о вовлечении во что-то кроме окружающего мира, то женщины могут вполне обойтись и без них. И вот смотрите, эффективность повысится, возросла и нафига вы все нужны. Ты знаешь, мне кажется, вот здесь как раз и ответ для Жени, а Женя пускай напишет правда или нет. Мне такое складывается впечатление, что Женя была очень активна в хозяйстве, она все делала хорошо, замечательно, а мужчина он больше как-то отдыхал и в общем-то так приходился работать, за него все сделано, покушать, есть, поглажено, постирано, убрано. Вот, и Жене приходилось из-за себя, так сказать, из-за того парня вкалывать дома. А потом, когда не стало мужчины рядом с ней, то в этом случае она просто вторую часть вот этого бремени груза стала на себя уже расходовать и эффективность не увеличилась. То есть, так она тянула за собой кого-то. Ну, вовлечение, вывлечение вышло и это стало эффективнее. Но с точки зрения практики и так, я, так сказать, по возвышению объяснил. Да-да, вот попроще, то есть, перла на себе этот груз, а тут раз отцепила вагончик и как вперед ломанулась, что аж пятки сверкали. Жень, напиши, угадали? О, написала, смотри, написала. Точно, я так себе это и рисую. Жаль потерянного времени иногда. Не жалей никогда потерянного времени. Время никогда не бывает потерянным. Любое, что с нами происходит, происходит неспроста. Ни в коем случае не надо думать, что это я потерял время, ой, это ничего не делай, что-то я делал. Конечно, можно было бы, наверное, сделать больше и лучше, но никогда не жалейте пройденного. Написала, я все делаю хорошо, за что берусь. Умница, так бы всем. Идем дальше. Хаврошечка. Вопрос в эфир. Некоторые авторы пишут, что подсознание есть наличие опыта положительного или отрицательного, или теоретических знаний. Женщины интересуются одновременно всем вокруг и всегда. Оттуда интуиция? Оттуда интуиция? Значит, это относится к ассоциативному мышлению. Когда ты знаешь, интересуешься всем и всегда, если подсознание, авторы пишут, но это авторы пишут про подсознание. Мы говорим про интуицию. Интуиция и подсознание это разные вещи. По крайней мере, я так считаю. В этом вопросе я вижу именно так. То есть, когда мы пользуемся информацией в ассоциативном мышлении или в дискурсивном логическом мышлении, мы пользуемся информацией, которая действительно уже есть, которая есть, которой мы присоприкасались. Вот, получается, интересуется одновременно всем вокруг всегда, увлекается, интересуется. Это ассоциативное мышление. Тогда у нее выскакивает необходимый ответ, связанный с некоторой ассоциацией по поводу чего она где-то слышала, видела. Но не факт, что именно поэтому интуиции женщина лучше, больше мыслит. Я сказал уже сегодня, что изначально при целостности, при балансе эмоциональном женщина уже близка, ну и образованность, правильно, как раз в этом вопросе лежит образованность. Образованность имеется в виду знания, не хаотичные сериалы, а просто нормальное такое приобретение знаний, может быть, это методическое, не без фанатизма, конечно, дает возможность вообще быть очень близко от интуитивного слоя сознания, то есть пользоваться доступом к информации, которую никогда не знал, никогда не читал, не видел, но она существует для всех. Хорошо, вопрос в эфир от Владимира Измытища. Владимир, продолжение темы площади поверхности. Твой ответ означает, что ты не различаешь термины знания и осознания. У рыбы с огромной площадью поверхности тела знание может стремиться к нулю, а осознание окружающей мере быть на порядок больше человеческого, что и позволило ей этой рыбе выжить в процессе эволюции. Владимир, ты действительно не различаешь знания и осознания или притворяешься? в том смысле, в том смысле, в котором Владимир Измытищ вложил этот смысл в эти слова, я не знаю их, потому что у каждого свой смысл. Осознание у рыбы, ну, как сказать, у нас есть такие упражнения, когда мы стараемся понять, как, какое сознание в царстве природы у дерева, у животного. Ну, вот осознание рыбы, я бы сказал бы, ну, совсем бы, совсем не меряется на порядке и совсем не меряется с человеческим, просто не меряется. Поэтому, как это мерить, килограммы с сантиметрами, это как-то, ну, неправильно, что ли. Либо, так сказать, сразу все вместе, килограммы, все в кучу свалить, и будет единая теория единого поля. Тогда мы можем мерить теории в каких-то универсальных единицах. А так, это, считай, что не знаю. В этих смыслах не знаю. Пусть будет так. Хорошо. Женя Макарова, вопрос эфир. А что, возможен путь к Богу без двуполости? А путь к Богу без двуполости? Без двуполости. Путь к Богу возможен вообще-то безусловно. Без, дву, совсем по-разному. Он один у всех. никаких не выстраивается условий, никаких не выстраивается специальных свойств. Такого быть не может, чтобы где-то была какая-то преграда. Ты не такой, ты, как это, вот стоит Петр с ключами от рая, да, ты сюда не ходи, ты туда ходи. Так, Солнце, вопрос эфир. Владимир, возможно ли, чтобы так называемые близнецовые племена узнали? Почувствовали? Пламена. Пламена. Ну, почему-то мне сегодня прям некоторые слова не читаются, даже не знаю, что у меня сегодня происходит вообще. Пламена. Что такое племена? Я даже не понимаю. Ну, ладно. Почувствовали друг друга, находясь в телесной оболочке? Что для меня такой вопрос? Что для меня близнецовые племена? Это что такое? Вот и для меня вопрос, но я могу... Потому что племена, я понимаю, близнецовые племена, это может быть там рядышком находятся, а не там племена. Ну, я полагаю, что имеются близнецовые племена. Вот пусть напишут, конечно, а так я предполагаю, что это какие-то имеются пламя души из то, что мы когда про варны, про варны говорили, то есть каждая душа имеет свое пламя, то есть свое выражение, свой идентификатор. Конечно, родственные души, они чувствуют друг друга. Иногда бывает с человеком знакомишься или просто как-то рядом и чувствуешь, как будто всю жизнь с ним прожил уже. Иногда надоедает после первого же часа разговора, думаешь, ну вот все, где-то я это уже видел и чувствую. А иногда не надоедает, но чувствуешь себя как дома. Наверное, про это говорит, да? Ну, может быть. Солнце, уточни вопрос, что ты имела в виду? Может быть, мы просто никак не поймем. Женя Макаров, вопрос в эфир от Жени М. Получается, что мужчина по природе не способен на большие поступки, потому что нет работы над собой, связанной с проблемами Вселенной. Только прыгать с пятого этажа от страха и все? Ну вот, началось. Началась сегрегация мужчин. Да унижение, прям просто унижение. Ну вот, мы сейчас дадим отпор. Ну, во-первых, я говорил про мужской тип сознания. Это не означает, что это мужчины. Вот такие все. Есть тип сознания, который у нас занимается дискурсами. То есть дискурсивный тип, который в вечном этом самом процессе о чем бы подумать и уходит больше в себя вместо того, чтобы заниматься, смотреть на окружающий мир. Но это ведь тоже необходимо. Иначе, может быть, и движений не было бы. Ведь в любом случае так выходит, что женская энергия, она консервативна. Кружочек, кружочек. Вот даже все символы они показывают. Время замкнутое в цикл, это кружок. А стрелка, это мужчина, который пытается разорвать этот круг. Разорвать, не разорвать, может быть, добавить что-то, чтобы было больше, чтобы развилось или более совершенное получилось нечто с большими параметрыми, с большими свойствами, с большим объемом. Поэтому так говорить можно, собственно, про любых. Про мужчин, про женщин в пограничном состоянии, как у роботов. Все вытащили платы, оставили один процессор и там память в компьютер, так, что хватило только включить его. И он будет работать еле-еле, он не даст результата, которые от него ждут. Здесь я говорю только о способах, как это, в принципе, работает. Естественно, что работает у разных людей по-разному. И это зависит от степени вовлеченности в внешний и внутренний. В себя, в себя хорошего, в думы, может быть, они могут быть и хорошими, в смысле, продуктивными, может быть, и нет. И отдача себя в матрицу общественного сознания, туда, куда мы отдаем строй эту цивилизацию. Так что здесь так говорить вряд ли есть смысл, тем более, что вот, может быть, тогда мы попробуем поговорить, а как же получается люди-то с помощью мужчин и женщин? Почему мы... Сейчас мы поговорим об этом, просто уточнение от Солнца пришло. Родственные души, совершенно верно, Владимир, родственные души, правильно сказал. то есть пламена. Да, да, да. Нет работы на собой связанных с проблемами Вселенной. Только проблемами Вселенной мы и занимаемся, если так уж говорить. Ну, как, вы помните мультик такой, начинающийся с доисторических времен, а потом звезду, я тебе подарю звезду и так далее, был такой. Любимая, я поведу тебя на край Вселенной, я подарю тебе на ту звезду и так далее. да, вот это вот примитивные, это вот два типа сознания, которые находятся на самом таком, ну, как это, гротескное выявление этого всего. Но я хочу другое сказать, ведь мужчина сам по себе, он же не стоит на месте, не мужчина, мужское сознание само по себе не то, чтобы оно является вот мужское и все. Мы говорим о человеческом сознании. То есть любой человек, мужчина, женщина, он все равно совершенствует себя. И мужчина приобретает, начинает идти далее, причем весьма успешно, как я рассказывал, немножко по другая технология, приобретает ассоциативное мышление. Причем ассоциативное мышление, которое ложится уже на базис логического мышления, оно имеет такой эффект, такой серьезный эффект, начинает работать, работать серьезно. Отсюда у нас и ученые, отсюда у нас вот это вот совершенно абстрактное мышление, которое дает нам науки, которые нельзя пощупать ни руками, ни ногами. Теоретические там выкладки, философия, она целиком, сплошь сделана мужчинами. Женщин очень мало в целом философии. В то же время женщины, если не сильно, то тоже без всякого фанатизма приобретает, не приобретает, а, наверное, раскрывает тот самый базис себе логического мышления, дискурсивного, на себе, на пользу, для того, чтобы свою эмоциональную целостность восстановить. то то же самое, то же самое улучшает себя, совершенствуется. Ну и, конечно же, эти две половинки, они должны быть разные, чтобы их вместе с собой друг с другом вот так вот сомкнуть, и чтобы они никуда не съехали, не делись. Они должны быть зубчатыми, да, то ли кусать друг друга этими зубами, то ли, чтобы они так вошли в эти зубчики друг с другом, и так остались, друг друга дополняя своим совершенством. Вот если учитывать вот эти свойства мышления женского и мужского друг с другом, если их знать, то есть даже вот узнали сейчас вот про свое женское женщины, и вот мужчины такие, а вы узнаете про мужское, а мужчины узнаете про женское, и сопоставьте, не то, чтобы надо уступить кому-то, нет, надо просто найти здесь то совершенство, которое позволяет жить вот так вот вместе, единым ладом, Так, еще вопрос один пришел, давай на него ответим, и потом тогда уже вторую часть продолжим с этой стороны. Вопрос эфира от Жени Макаровой. Почему дети, рожденные от ЭКО, Э-К-О, три буквы большие, зачастую не имеют души? Богам не угодны? Для чего они миру? Вот, вот я сейчас начну вторую часть, именно отвечая на этот вопрос. Просто замечательно. Пошел. Значит, давайте поговорим как раз, а как же берутся дети на свет? Значит, мы частично с вами в эфирах затрагивали тему времени, о том, что есть вневременность, есть время. Вот мы в этом времени линейном люди существуют. У женщин еще добавляется синхронность, это в лучшем случае, когда есть баланс, серьезный, хороший баланс, синхронность с нашей планетой, цикличное время внутри идет. Оно само по себе идет в любом случае, в физиологии предусмотрено так. Ну, а понимание времени, общее понимание времени, оно у нас как стенка, как поезд, мчащийся быстро-быстро с вагонами и идет. А как же, собственно говоря, безмерной, безвременной душе пробраться сюда, к нам, на нашу Землю, где все существуют в линейном времени сознания и здесь как-то приспособиться, конечно, само по себе, представьте себе, многомерному существу уложиться, свернуться в несколько раз, во много раз в более, в менее мерное тело или менее мерную позицию, это очень больно. То есть, возвращение, может быть, почитаете, может быть, спросите, если у вас есть такие знакомые после клинической смерти, которые далеко уходили души от тела, возвращаться очень больно. Боль, мы уже давно отвыкли от физической боли, душевная боль нас больше, так сказать, нам наносит больше ударов, больше страданий, чем физическая. Но вот физическая боль вхождения в тело уже развернувшейся души обратно очень сильная. То есть, возникает такой барьер между вневременным, безмерным и нашим маленьким, таком, скукошенным миром. Как этот барьер преодолевать. Вот физиологии, в принципе, и заложены, получается, мужчина и женщина, которые в момент зачатия, не ЭКО, не искусственное, это ЭКО, это, по-моему, искусственное благотворение, да? Похоже на это, да. Да. Заложены физиологические, эмоциональные и ментальные преобразования, которые в момент зачатия идут. то есть они стали привлекательными и в конечном итоге как физиологически, эмоциональные такие, этот оргазм привлекательные для действий и без зачатия стараются это сделать. А по идее сам по себе вот этот процесс, даже не скажу, чтобы это был секс, это вообще-то по-моему, это классификация пола, так если говорить, вообще не русское слово. само действие, оно всегда считалось магическим и всегда сакральным. То есть по идее зачатие ребенка, оно было настолько, сопровождалось настолько сакральными ритуалами или даже не ритуалами, а правилами внутреннего содержания сознания. Нужно быть, быть было, если я, так сказать, насколько я знаю, в нашей культуре и в культурах древних там народов. Нужно быть, готовиться к этому вопросу. Где-то это было в каких-то племенах чуть ли не групповым делом, но ритуальным, очень серьезным. Где-то более, так сказать, развитых чили с такими другими ритуалами нужно быть чистым не только телом, но и мыслями. И самое важное, что зачатие должно было быть в любви, полной любви друг к другу. То есть, в соединении не только тела и физиологии. Ну, проскочил сперматозоид, яйцеклетку и все. Ни в коем случае. К этому добавилась у нас эндокринная система, то есть, вот такой настрой эмоциональности добавилось, но нужно быть и ментально чистыми. То есть, на всех уровнях, по идее, если человек на всех уровнях соединяется с другим человеком, причем вытаскивая свое сознание из вовлечения, из мира всего. То есть, в данный момент, в момент зачатия, по-настоящему, если так говорить, сознание вовлечено только друг в друга. а потом оно вообще перестает здесь быть. Что это обозначает? Это означает, что человек разрывает вот это время, которое он здесь придумал. В момент зачатия, в момент правильного зачатия, в момент оргазма полного, не только физиологического, а духовного, эмоционального, духовного, ментального, происходит создание, ну, я говорю схематично, наверное, чтобы было понятно, наверное, по-другому это звучит и выглядит, ну, создание туннеля, что ли, в которое и беспрепятственно, без боли может новая душа поселиться здесь, в этом мире. Чем больше любви, тем меньше боли для души, когда она приходит сюда, тем меньше кармы, так называемой, этой души, которая приходит сюда. Если дитя, рожденное не в любви, то это уже ему больно, и не больно, не просто, а еще эта боль привлекает тот самый плащ кармический, который она тащит с собой в момент рождения. Вот примерно так это все и звучит, и в этом случае мы, поскольку мы говорим, тема у нас все-таки о интуиции женской, она связана очень с этим процессом, то есть практически женщина здесь, она осуществляет базис, все-таки она вынашивает ребенка в себе, то есть базис, куда приходит эта душа, базис, куда она приходит из бесконечного, невременного, многомерного мира в наш маленький. И принимает ее сюда, и тоже, чем больше любви в этом принятии, тем меньше боли и психологического стресса существования в утробе. Если знаете, было много экспериментов по родовой памяти, родовой, не родовой от рода, а дородовой памяти, то есть попытались с помощью ЛСД, еще каких-то там препаратов вытащить из людей, как они помнили себя в утробе. И много стрессов, и были и стрессы у людей, то есть этот утробный так называемый стресс, были и другие ощущения. То есть чем больше, если в любви рождается ребенок, в любви он зачат, то у него и жизнь другая, можно сказать, реализация его в этой жизни совершенно другая. Вот и получается, что у нас развитие женщины с точки зрения женского сознания очень важно как базиса, и мужского чрезвычайно важно как той энергии, которая открывает этот туннель женщина одна сама с ЭКО, она не откроет. Поэтому у нас и дети не то, что недушевные, они несчастны, наверное. Хотя, может быть, есть какие-то варианты. Но вот я статистики не знаю. Я просто против такого неестественного происхождения. Получается так, в этом участвуют нас мужчина и женщина. Мужчина открывает этот туннель без получается энергии мужской, той самой, которую тут ругали. Это невозможно, но примитивная энергия, она откроет туннель, чтобы пройти. А энергия, пропитанная любовью, с физики, с простого, с тела начиная, заканчивая там, не знаю, всеми слоями, которые есть у человека полностью, и полного воссоединения между собой, она помогает это сделать безболезненно, и не только безболезненно, но и на будущее счастливо ребенку. Вот еще есть такой повод заниматься собой, заниматься своей интуицией и понимать, для чего она, собственно говоря, интуиция как часть сознания, как часть комплекса всего, называемого человеком, со всеми его внутренними слоями, внутренними свойствами. Женское предназначено в том числе и для вот этих целей. Ну, это как ответ у тебя был, или все-таки ты вторую часть уже раскрыл? Ну, я и ответ, и вторую часть начал рассказывать, что касается эко, я сказал, чтобы не обижать, тут светлый уже читай, дискриминация, да? Да, написал, что крестница родилась благодаря эко, что за дискриминация типа души нет? Ну, я могу сказать, нет, душа-то есть, но я вот свое мнение просто высказал, как я это вижу. Наверное, все-таки лучше, чтобы это рождалось в любви. Может быть, любовь была действительно между мужчиной и женщиной каким-то образом, то есть это тоже было вкладом в это все. А эко, это, насколько я понимаю, это хирургическое имплантирование зародыша, оплодотворенного в пробирке, в матку женщины. Даже, может быть, это между двумя людьми, которые любят друг друга, но не получалось по-другому. Вполне это может быть. Вариантов эко существует много, вплоть до того, что можно взять из банка посторонние, да, можно между своими это все сделать. Ну, само по себе таинство и сакральная часть взаимоотношений мужчины и женщины во время оплодотворения, оно издревле было, конечно, важным процессом вообще в создании человека как такового, а не одного из членов цивилизации. Хорошо. Ну, думаю, мы ответили с тобой на вопрос. Теперь можем уже разбирать вторую часть. Время-то уходит уже. У нас осталось до трех часов эфира совсем немножко. Всего час? Всего час, да, но за этот час надо раскрыть тему. Ну, хорошо. А я еще не начинал, да? А когда начнем, да? Можно? А я думал, нельзя. Ждал. Ну, хорошо, начинай. Спасибо. Значит, сначала было слово. Ну, давайте так. Вот поговорили, мы как раз начали говорить про очень важную часть в развитии сознания женского, в развитии в том числе, почему я говорю сознание и интуиции, потому что практически, я тоже об этом говорил, у нас интуитивный слой сознания это предельный на сегодняшний момент слой, который можно достичь без серьезных таких практик ухода из общества и так далее, и тому подобное. и плюс он рядышком находится с нашим ментальным слоем, то есть практически рядышком, это значит, что он досягаем. Поэтому развитие интуиции у нас идет, еще раз говорю, по-разному, мужчины, у женщины. Итак, что мы можем вообще предложить женщине, чтобы женскому типу мышления, женщине, чтобы развивать свой, иметь доступ к интуиции самой по себе. Значит, первое, даже не первое, это, наверное, сразу получается здесь разделять на последовательно нельзя. это все-таки придется, наверное, заниматься каким-то самообразованием, то есть читать книги, то есть это не сериалы, не Донцову, а читать художественные книги, как таковые. Это только усилит то самое образное мышление, которое есть и в большей степени свяжет со словарно-смысловым интервьюционным аппаратом. Очень хорошо, очень замечательно все-таки быть ближе к природе как таковой. Значит, вот у себя мы делаем упражнения по синхронизации с природой, с природными царствами. То есть у нас получается так, что природные царства соответствуют нашим слоям. То есть минералы это тело, растения это физиология животных, это эмоциональная составляющая. А поскольку, как я говорил, женщина очень тесно связана с новой женской сути, это суть земли нашей матушки, или так мы зовем, или просто планеты, то очень важно иметь хорошее отношение с природой. Даже если в городе живешь, вот почему женщины любят сажать цветы, почему они, ну, кто-то на огороде любит заниматься, даже не в той точке, если мужчина смотрит, какой у него урожай будет, не будет урожаем, заниматься не будет, то женщина будет смотреть, как растет тот или иной цветок, или фрукт, или овощ, и с удовольствием будет закручивать банки с компотом, даже не потому, что это практично, это практично, это да, это тоже в этом характере, а то, что это природно. То есть не уходить от своих природных корней, вот что нужно делать. Ну, и, конечно, заниматься, заниматься повышением эффективности, даже не повышением, не так эффективно правое полушарие, а синхронизация и активировать не надо, синхронизация полушарий. У нас даже так получается, что на упражнениях по синхронизации полушарий женщины получают удовольствие. То есть, им хорошо поднимается настроение и действительно при написании синхронных текстов получают удовольствие. В отличие от мужчин. Мужчины просто заряжаются энергией, а женщины получают удовольствие. Вот она, уже разница прослеживается И заниматься своим внутренним балансом Внутренним балансом эмоциональным Без него никуда Это одно из самых таких главных тем Ну и, наверное, попробуем тогда Сделать упражнение, если готовы Да, я думаю, наши слушатели всегда готовы Поэтому лучше сделать, чем не сделать Лучше сделать Да Ну, тогда давайте с вами сначала помучаемся То есть, если у вас есть две ручки Возьмите две ручки в руки И вы уже, значит, помучаемся Голова у вас заболит А потом сделаем еще одно упражнение От которого будет хорошо И сделаем практически то же самое Что мы с вами делали Но мы будем делать это в один столбик Мы напишем 20 слов Но подчередно правой-левой рукой То есть, если у нас до этого Цепочка ассоциаций была в каждой руке своя То теперь мы будем каждый раз Читая то, что мы написали одной рукой Писать ассоциацию к этому слову другой рукой То есть, означает, что мы с вами будем Получается, 10 раз переключим полушария Понятно, я думаю Алексей, понятно? Да, понятно Добрейшей души человек Понятно Да, значит, ручки берем в две руки Чтобы не передавать друг другу То есть, не передавать из руки в руку Пишем, когда мы пишем одно слово Убираем Написали слово Убрали эту руку Поставили на место, где писать другую Прочли слово И после этого первое попавшееся написали Убрали Поставили другую Прочли Попавшееся в голову написали А пусковое слово будет очень простое Пишите его А, пейрон И пишем Правой рукой, левой рукой Правой рукой, левой рукой Прописными буквами Непечатными Напоминает мне игру шахматы С самим собой Только не задумываясь Только не надо начинать говорить С самим собой А шахматы можно еще Так незаметно Пролетело три минуты Здесь уже посложнее немножко Потому что Мы начинаем переключать Я закончил Доминанту полушарий Значит, здесь есть такой маленький нюанс Который можно попасться на него Когда Переключение полушарий Момент То есть, когда Ты пытаешься дать ассоциацию Не слово, которое написало Которое было до этого еще То есть, отвечать на вопрос Своей руки Написал правой рукой Потом написал левой рукой Потом начинаешь писать правой рукой На слово, которое написал правой А не левой рукой Поэтому здесь надо останавливаться Когда рука уже стоит на бумаге И читать еще раз слово Написанное другой рукой до этого И после этого первое ваше слово выкидывать. Я заметил, что у меня у левой руки почерк намного более читабельный, чем у правой. Вот, наконец-то заметил. Наконец-то я понял, какую руку мне надо писать. Вот, вот, вот. А вот откуда все знание-то. Оказывается, вон там все было. Спрятался. Долго время скрывался. Маскировался. Школа подпольщиков. Ты понимаешь, воспитывался в школе подпольщиков, а там учились шифроваться. Поэтому писали не той рукой, не с той ноги вставали. Ну, понятно. Понятно. Ну, хорошо. Тогда сразу сделаем следующий упражнение, раз две ручки нашли каждый. Я не могу сказать про каждого. Я стержнем. Одной рукой стержнем пишу, второй рукой ручкой. Если ты еще попросишь ногой писать, то я не знаю, чем я там буду писать. У меня стержней больше здесь на лечении нет. Нет, нет, нет. Мы не будем еще прыгать на одной ноге, когда будем писать. Нет. Значит, давайте тогда сейчас сделаем более приятное. Хотя, как покажется нам трудным, но каждый в себе откроет много интересного. Давайте мы двумя руками сейчас напишем стихотворение каждый. Стихотворение, потому что мы занимаемся ритмикой. Мы напрягаем наши, не то, что напрягаем, мы заставляем работать наш словарно-смысловой аттракционный аппарат. И напишем стихотворение на тему четыростишья. Бесконечность. А будем писать двумя руками из центра листочка в разные стороны. Это как? Одновременно. То есть левая рука пишет налево, правая пишет направо из центра листочка. И пишет одновременно. Буквы прописные у нас, то есть не заглавные, не печатные. То есть здесь получается, что левая рука пишет зеркально, а правая, как всегда. Но пишут они одинаковые, одно и то же пишут? И пишут одно и то же одновременно. То есть дублируют друг друга только как вот от зеркала. Левая пишет В левую сторону зеркально Правая в правую И посочиняем четверостиши на тему бесконечности Главное, чтобы был ритм Не обязательно рифма Написали? Интересно получается Теперь я понимаю, почему этруски Так трудно читаются тексты руссков Ну, раз написали так Значит, мы напишем Теперь сведем это все в точку Чтобы у нас было хорошее настроение То есть мы теперь напишем Четверостиши на тему Точка Но теперь с разных сторон Справа-лево, внутрь, в центр листа Теперь у нас правая рука Пишет справа-налево А левая рука слева направо Но надо писать, чтобы все выводилось одновременно Каждая буковка То есть, получается, глаза у нас Если мы, кстати, начнем туда-сюда глазами водить То у нас это будет плохо получаться Если мы глаза расположим так Будем смотреть сквозь лист У нас это получится Скажи, зеркальное должно быть письмо Или все-таки точно так же Ну, вообще-то зеркальное лучше А то начинают печатным буквам писать Это никуда не годится То есть правая рука пишет зеркально, получается А левая рука пишет, как обычно Вот на самых первых шагах Только когда мы начинаем У женщин получается Несмотря на то, что вроде как мужчины, поэты Женщины, поэтесс меньше У женщин получается гораздо быстрее писать стихи с содержанием А потом уже, когда все выравниваются Уже все пишут замечательные стихи Ну, есть еще способы и так далее Сейчас их не показываю, естественно Потому что они требуют Если начал, то проходить полно То вперед, да Да, иначе становишься Это вот как Не доделаешь, все сломаешь Какие ощущения радиослушателей? Напишите, пожалуйста Какие у вас ощущения После этих упражнений Или в ходе упражнений Что вы чувствовали? Что испытывали? Просто интересно Обратная взаимосвязь Чтобы у нас была Ну, хорошо, да А пока можно что сказать Я хотел бы, наверное В такой вот Кратенько Сжато сделать вывод О женской интуиции Вообще О женском типе сознания Давай, давай Интересно будет послушать А то у меня вопрос Некоторые есть Нет, кратко Я повторю Только выжимкой такой Уже когда Написали влево-право Да? Чтобы еще раз вошло Значит Женское Мышление Опирается Своей основой Имеет Базисом Основой Имеет Нашу планету Содержание То есть она Опирается на Свойства Которые заложены В теле Тело Ну, в теле Большом Во всем В человеке В самом На тело Внешние границы Тело Физическое тело Физиологию И эмоции Причем Опирается на Цикличное Течение Времени Которое Присуще Планете Это первое А значит Вовлечено В большей степени Вовлечено Сознание В Форму В свойства Формы В природные В свойства То есть в природу В естественное Состояние Форм Это первое Второе Женское Способ мышления И сознания Изначально Уже Стоит на уровне Ассоциативного Мышления Но Исходя из первого Сильно Зависит От стабильности Первых Трех Стабильности Отношения К физическому Телу К физиологии Отношения Сознания И К Ладно Потом Не отвлекайся Выскакивает Сразу Выскочил Значит Зависит От отношения От Отношения К состоянию Этих первых Трех Базисных Тел Которые Связаны С природой Из этого Вывод Значит Приведение В порядок Тела Физиологии Эмоции Дает Возможность Раскрыть Потенциал Ассоциативного Мышления Которое Уже Находится В сознании Включить На полную Мощность И Получить Уже Практически Автоматом Доступ К интуитивному Словию Сознания Дискуссированный Способ Мышления В человеке Заложен В женском Сознании Тоже Заложен Но В принципе Его Желательно Его осваивать Конечно же Желательно Его осваивать Но Желательно Осваивать Как сказать Без фанатизм Потому что И так Всего Достаточно Не обязательно Сказать Что Вот он Главный Способ А к нему Мои Второстепенные Вот Это Основа То есть Основа Понятная Плюс Ну Дискуссивный Способ Еще в чем Может Закладываться Что Ассоциативное Мышление Что Логическое Мышление Они Работают Со знаниями Которые Уже Существуют То есть Пополнять Эту базу Знаний Тоже Желательно Причем Желательно Пополнять Не Простым Заучиванием Зубрежкой А Все-таки Больше Ассоциативными Методами То есть Есть Такие Методы Как Ментальные Карты Женщина Очень Хорошо Их Понимает Построение Ментальных Карт Работа С Ментальными Картами Вот Примерно Такой Рецепт Существует Самое Главное Это Душевное Спокойствие Это Эмоциональная Целостность Мужской Тип Мышления Он Дискурсивный В основном Добавление К нему Ассоциативного Способа Мыслительной Деятельности Вообще Делает Прорывной Скачок Вперед Поскольку Базис Дискурсивный Очень Такой Серьезный Такой Фундаментальный Добавить К нему Еще Ассоциативное Мышление Связать Между Собой То Это Тоже Путь К гениальности Это Однозначно Но И Интуитивное Мышление Уже Доступ Будет Точно Такой Ж Как И Женский То есть Практически Уже На уровне Развития Этих Двух Типов Мышления Если Женщина И мужчина Вместе Занимаются То После Они Уже Находят Общий Язык Без Слов То есть Практически Ну Либо Так Понимает С полуслова Что им Нужно Быть Вместе Либо Понимает Что Могут Эти Разные Дороги Скорее всего Чаще всего Вместе И Когда люди Понимают С полуслова Друг друга И когда Эмоциональный Баланс И целостность Она Существует Дополняет Друг друга То это Получается И В совместной Жизни Таких Развитых Людей Возникает Мир Согласия Лад Вот такой Вывод Хороший Вывод Ну Что ж Переда Почитаем Что Люди Ответили Когда Был вопрос Какие Ощущения Над чем Ты уже Успел Посмеяться На что Успел Успел Сбиться Потом Поправился Хорошечка Подъем И Радость Смех Светлая Наконец-то Нарада 314 Ощущения Грустные Вокруг Меня Нет Второй Ручки Эдгар Интересно И приятно Что Открывается Что-то Новое В твоем теле Когда В теле Такая приятная Гибкость Появилась Знаешь Это в мультике Да Женя Макарова Я написала Бесконечность Мне Противилась Она Хохотала Надо мной А я Ее Пугалась Ведь Сердце Фальшь Закрылась Закралась Куда Куда Тут Плыть И Хорошо Что Нет Конца И Судей Такое Прям Это В японском Стиле Хоку Это Шекспир Это Круче Это Выше Это Шекспир Без Рифма Рифма Не Требовалось Не важно Рифму Придумали Потом Женя Макарова Продолжение Точка Не Кочка Воскликнув Я В лес Ускакала Ужас Данил Ощущения Неприятные Асинхронность Дисбаланс Стих Бесконечности Уходим В вечность Нужна ли нам Точность Пред нами Бесконечность А вера Всегда Одна Прям Хоть музыку Прям Накладывай Хоть музыку И пой Да Но надо Сделать в точку И тогда пропадет Дисбаланс То есть мы Раскрываем себя И даже нужно Опять закрыть То есть нужно Опять написать Все Внутрь Тогда Все будет Как он В самом начале Подъем Радости Смех И в первом Упражнении Нашем Оно Конечно же Оно Не очень приятное Для мозгового Оно заставляет Работать Когда начинает Переключаться Одно полушарие Второе переключается Ведь вместе с рукой Включается И Деятельность Где-то в некоторых Случае Даже доминанта Полушария И Это упражнение Тоже получается Легче Все-таки С женской стороны Не то что там Левши Потому что Уже правая подготовленная Мужчине нужно Раскачивать его здорово А у женщины подготовленная Если спокойное состояние То вот она Вот она радость И смех Слушай А вот когда я сделал У меня наоборот Какая-то легкость появилась Так знаешь По центру Затылок По центру Так все выстроилось Хорошо Так приятно Сущение Легкость какая-то Появилась То есть Какого-то напряжения Не было Во-первых Это говорит о том Что Уже Есть работа Межполушарная Серьезная Когда она есть Сначала идет Тяжесть такая Ну мы это упражнение Делаем уже в конце Поэтому может быть Кто-то еще Больновато Когда суставы Не размятые Не теплые То штангу Поднимать нельзя Ну мы не штангу Поднимали А гирьку пока Маленькую Больновато А здесь Да Получается Что у тебя Есть уже Связи Которые Позволяют Получать Эффект А эффект Это еще И впрыск Эндоморфинов В тело Опять-то ругаешься А это уже Медицинский термин Ох уж Медицина Гормон радости А вот это Другой разговор Женя Макаров Написал Зато как ум Спокоен Прелесть Вот видишь Что сегодня У нас такая Практическая Беседа получилась У нас еще Вопрос есть Я тут почитал Тут есть Про то Что Владимир Змытищ Написал Так Ну давай Сейчас попробую Найти Над хаврошечкой Над хаврошечкой Ага Ну давай Нашел Так Ты не сталкивался С ситуацией Когда на начальном Этапе Научный труд Вдохновляет Автора Дает силы И радость Но по мере Разработки темы Труд становится Ограничителем Для своего Автора Если это так То вероятно Человечеству Потребуется Иная концепция Научного Знания Твой труд Тебя Не начинает Ограничивать Твой труд Тебя не начинает Ограничивать То есть здесь Как бы вопрос Тебе Или это вопрос Вообще В любом случае В любом случае Вопрос Правильный Я его расцениваю Как вопрос Вообще У нас так построено В ограниченном мире Нашем Что мы стараемся Строить Ограниченные Антологии То есть Системы мира Системы жизни Бытия И стараемся Чтобы Каждой гаечке Был соответственный Ключик И что-то еще Если что-то Появляется Вне Чего-то То Вот это Не вписывается Или как-то еще Вот сейчас Вот допустим Квантовая теория Это темная материя Так все разбросали Но все равно Пытается засунуть Это в какую-то Мешочки Такие То есть уже Не свободное пространство Где вся физика Прозрачная Как на На глазах все находится А вот в этом мешочке Лежит кусочек Про темную материю В этом мешочке Лежит Неравномерное расширение Вселенной Кусками почему-то С разной скоростью С разным скорением Здесь лежит Квантовый эффект В этом мешочке Как такие Прыщики на теле Прозрачного Всего такого Ясного Ньютоновской физики Так и вообще То есть существует В ограниченном нашем мире Начало это проявляться Серьезно И философии Прежде всего Она опаздывает Философию Очень сильно За Мироощущением Мировоззрением Это Выход за Ограниченные рамки Он происходит Это касается Всего И здесь Есть Серьезный Методологический Наверное Такой Казус Который Запрещает Применять Такие слова Вот я могу Я знаю Как это Но я вам сказать Не могу Потому что Слов в нашем мире Нет А такого Становится Все больше И больше То есть Получается Есть какой-то Объект Допустим Четырехмерный Куб Я его где-то Там во сне Увидел Увидел Что он Четырехмерный А вот проснулся Я его объяснить Не могу Никак И это Это существует Что касается Ну существует Да И это В принципе Для этого Есть Пути Как это Преодолеть Ну В первую очередь Преодолеть Таким феноменальным Способом Способом Экстраординарным Это попытаться Соединить Несоединяемое Есть Очень интересное Упражнение Называется Каан Коан Это В восточных Практиках Там люди Сидели В монастырях Там Десятки лет С учениками Учились Своё сознание Развивать И вот Надо было Ответить на вопрос Который В принципе Не решался В этой плоскости Начиная с Хлопка Одной ладони Заканчивая Каким-нибудь Ещё Вот вопрос Задал В плоскости Этот вопрос Не решается Значит Нужно подняться Умом Над плоскостью Не просто Сочинить Какую-нибудь Ересь Которая Не там Не там Никакого Смысла Вроде бы Как не имеет В плоскостном мире А вот Она должна Иметь смысл Пускай в объёме Который Мало кто видит Ну учитель там Увидит Допустим Но имеет смысл Определённый Вот это Выход за рамки Ограничений Он возможен При преобразовании Сознания Чтобы оно было Вот Как Захчен Говорит Недвойственным Когда Наблюдатели Наблюдаемое Является Одним И тем же Это тяжёлая работа Это не то что тяжёлая Она тяжёлая С точки зрения Понимания Тяжело понять Есть методов Много разных Ну я думаю Ну я думаю Что касается Если это вопрос Ко мне Ну Я Как сказать Как вижу ограничения Значит Начинаю об этом Задумываться Потому что Ограничения Сами по себе Это Как сказать В изучении Вневременности Любое ограничение Оно опасно Само по себе Поэтому Рядышком с Москвой На сайте Есть координаты С удовольствием Побеседуем Если есть Желание Так что Если желаешь Философских бесед Пожалуйста Встречайся Беседуй А там Из этого Может что-то Интересное Вырасти Так вот Светлая Написала Нет ли Ограничения В разделении Мышления На мужское И женское Значит Во-первых Ограничения Уже есть Потому что Это есть Граница Между мужским И женским Она существует Потому что Мир наш Ограничен Ограничение Пропадает Там Где нет Границ То есть Дальше Нашего Дискурсивного Мышления Логического Дальше Линейного Времени Ну Опять же Мы говорим Выше Да дальше Это все Не догмы Это все Какие-то слова Придуманные Для обозначения Может быть Не очень правильных Но придуманные Там уже Нет ограничений Каких-то Какие-то Ограничения Снимается То что Допустим Как может быть На будхическом Уровне Иметь Какие-то Развлечения Мужского И женского Но никак Этого Не может быть Однозначно А здесь В ограниченном Нашем мире И придумано Было ограничение Чтобы граничный Мир наш Создавать Постоянно Хорошо Хорошо Ну Надеюсь Ответ Получен Что будем делать В заключении Передачи Ну Я вот Думаю Все Рассказал я Про Разное Сознание Или нет Про Основы Развития Женской Интуиции Или Чем Отличается Женская Интуиция От мужского Что ты имеешь Ввиду Про Основы Чем Отличается Это Входит В тему Основы Развития Женской Интуиции Вот Основы Женской Интуиции Лежат Как раз В двух Словах В полноте И В целостности Эмоционального Баланса Женщины Хорошо Так Вот здесь Сразу уточнение А зачем Тогда ты Их Ставишь Это светлый От светлый Сразу Такой Ответ К тебе На твой Ответ Ответ В виде вопроса На твой Ответ Когда ты Сказал Что Про Ограничения Я к себе Я задал вопрос Себе И тут же Я на него Ответил Да Да У нас так У нас тут Не забалуешь Надо по сторонам Смотреть Как в бою Ну что ж Здесь уже Такие риторические Мне кажется Пошли вопросы Вообще Если мы находимся В ограниченном теле Ограниченном коже То в этом случае Мы уже находимся В ограниченном мире Это надо учитывать У нас здесь Парадокс некий С одной стороны Мы ограничены Физически С другой стороны Мы мысленно Ничем Не ограничены Мысленно Можно направить Любое пространство В любое время И так далее Даже в безвремени И там Где пространства нет Вопрос только Какова ваша подготовка К этому Готовы ли вы Это делать Есть ли у вас Какой-то уровень Квалификации Для этого Потому что Бывает так Куда-нибудь Сюда загонят А потом кричат Оттуда Люди Снимите меня отсюда Я отдам вашу колбасу Да Чтобы такого не происходило Надо делать все Первое Осознанно Во-вторых Поступательно А не скачками Какие-то бешеными С кочки на кочку Чтобы в болото не провалиться И все-таки Желательно иметь Какого-нибудь Рядом опытного человека Который уже Это все Делал И каких-то результатов Достиг Вот на мой взгляд Это Более Правильно Да И даже Могу сказать Что наше Сознание Пока оно Не преобразовано В так называемое Недвойственное состояние Не имеется Оно не может быть Приведено к нему Какими-то действиями Оно появляется спонтанно В результате Образа жизни Ну есть целая Практика Оно тоже является Граничным Если мы можем попасть Куда-то Мы попадем туда Но в этот момент Исчезнет то Что было до этого Сознание То есть оно Все равно Точечно попадает А когда Нету Хорошего Плохого Все видится Сразу Все целиком В каждом действии Ты видишь Суть Этого действия Суть То, что Существляет Этого действия И вообще Прошлое Будущее Настоящее Вот это вот Как раз И неограниченное Состояние Сознания И конечно же Ну Конечно лучше Чтобы это был Какой-то Не то чтобы Учитель А наверное Проводник Допустим Моя задача Вообще Скорее всего Вот в этих словах Что я говорю Вы Берите Раздавать ключи А вы берите Раздавать ключи К вашим же знаниям Потому что Каждый человек Все что я говорю Он это прекрасно знает Каждый человек Каждый человек является Изначально совершенным И ему просто нужно Открыть свое знание Какое-то Не только знание Но и себя Потому что знание Это вот Знание сознания Это Разница ве Есть конечно же Для Владимира А знания Их дофига Этого знания Он везде лежат Я могу там прочитать Тут прочитать Но для меня Оно будет пустое Пока Оно не станет Частью меня Так вот У каждого человека Это Есть свои собственные Загашники Которые Ему нужно открыть Где-то там может быть Какое-то Слово из книжки Прочитал Где-то услышал что-то Где-то в результате Упражнения Вдруг что-то Стало Ясным и понятным То что вокруг которого Ходил-ходил-ходил-ходил И так И даже не замечал И вдруг понял Сейчас вот написали И вдруг замечать стал Какая-то в теле Легкость-гибкость А за этим пойдет Какой-то другой Вывод Внутренний Никто Никакой учитель Никакой лектор Не приведет Человека К какому-то Состоянию Великому Там Умственному Или там Сознательному Какому-то новому Пока он сам Не откроет в себе Эти состояния Они есть все В каждом человеке Вот это вот Одна из таких Фишек Которые Должен знать Человек Что у него все есть Ему только надо Открыть в себе В заключении Хочется прочитать Несколько выдержек Из чата Владимир Ализматич Написал Послушал эфир Точка Так и не понял Этих женщин Хорошечка Благодарность Владимиру Затейнику Чудесный Семинар При свечах Описали Словно В догонялки Играли Весело Весело И смешно Светлана Светлая Отвечает Абсолютно Согласна Женя Макарова У нас все Опытные Смылись в Россию А я в Латвии Болоце Но я бы не сказал Что Латвия Болоце Все-таки Латвия Очень красивая Страна Замечательная Зачем уж Прям так Вот И дальше Владимиру Ответ Измытич Который Который Не понял Этих женщин Владимир Измытич Поверь Когда ты их поймешь Соскучишься И станешь Президентом То есть Здесь у нас Такая интересная Жизнь в чате Поэтому Кто еще не в чате Вот завидуйте Тем кто в чате Лучше Не завидуйте А просто Входите И занимайтесь Жизнью Во время эфира Ну что ж Давай заканчивать эфир Эфир Мне кажется Удался Очень веселый Приятный И разнообразный Развивающий Поэтому В заключении От тебя требуется Слово Доброе Нашему радиослушателю Ну я Изначально Хотел бы конечно Попросить прощения За сложность Так сказать Всяких тем И может быть Где-то Не до конца Договоренность Потому что Иногда Действительно Работа со смыслами Она Заставляет Уходить В применение Общупотребляемых Слов Или понятий И так далее Хотел Просто хочется Много донести Всего что Есть Ну а так Очень хотелось бы Чтобы Ключики Вы Хоть какие-то Из этих Наших эфиров Для себя нашли И Использовали Для своего добра Ну и на благо Всех живых существ Так что Спасибо Благодарю за Внимание Всем добра Хорошо 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 Замечательно У нас получился Сегодня эфир Я напоминаю Что по одному Из современных Календарей 8 декабря 2016 года Четверг По одному Из старинных 38 день Месяца Новый дорог 7525 лета Неделя Основы развития Женская интуиция Такова тема Сегодняшнего эфира У нас была Владимир Анатольевич Лукашенко Автор соведущий Как сказали Затейник С ним не соскучишься Предложение Сразу Всем Вы когда будете В новогодние праздники Входить Вы вот не занимайтесь Всякой ерундой Которая на вас Будет литься С телевизионных экранов Из зомбоящиков И прочих Средств массовой информации Вы займитесь Саморазвитием Потратьте это время На саморазвитие Уверяю вас Вы На целый год Вот Запасетесь Зарядитесь Тем необходимым Знанием Умением Которые вам пригодятся В жизни вообще А если вы еще И зарядившись На праздниках Это продолжите делать В дальнейшем То вы будете Самосовершенствовать Совершенствовать Отца Будете расти Вот это Мне кажется Очень важно Для любого человека Ну что ж Говорим до свидания И Закрываем Сегодняшний эфир Говори До свидания До свидания Друзья мои До новых встреч Услышимся Народное Славянское радио Все нужно Все важно Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова